Это действительно просто. В действительности я по сути ничему не доверяю, ни авторитетам, ни своему разуму, ни своему восприятию, ничему. Я доверяю только данным и цифрам. И единственное, во что я верю, это в то, что я не хочу умирать. Брайан Джонсон, успешный предприниматель, который последние три года потратил каждую минуту на то, чтобы не просто замедлить процесс старения, но и обратить его вспять. А что, если я попытаюсь стать лучшим в истории человеком, который не умирает? Чемпионом мира по умению не умирать? Да. В проекте Blueprint задействована большая команда медицинских экспертов, он обходится ему в 2 миллиона долларов ежегодно, и неизменно вызывает гнев и подозрения окружающих. Обычно я самый неприступный человек за столом переговоров. Мы думаем, что у нас есть выбор. Мы думаем, что у нас есть возможность выбора. Но это не так. Мы боремся за выживание. Ты веришь, что есть вероятность того, что ты не умрешь? Да. Это бесспорно. Сегодняшний эпизод представлен тебе замечательными организациями, благодаря которым это шоу стало возможным. Прежде чем мы перейдем к сути, хочу предупредить, что Брайан не лишен противоречий. Есть разногласия по поводу того, что он делает, и по поводу самого проекта Blueprint. Также есть разногласия по поводу его личной жизни. Некоторые из этих разногласий, безусловно, заслужены, а некоторые, возможно, и нет. В любом случае, в этом парне есть что-то, несомненно, завораживающее, что привело меня к желанию лучше понять его обоих, но, что более важно, почему он стоит за этой миссией. И я хотел лично убедиться в этом. И этот разговор, который был записан еще в начале ноября, можно назвать уникальным. Я умоляю тебя отнестись к нему непредвзято, и я верю, что он заставит тебя задуматься немного по-другому, не только о старении, но и о месте человечества в мире. Будущее, которое трудно себе представить, наступит гораздо раньше, чем нам хотелось бы верить. Так приятно с тобой познакомиться, Брайан. Спасибо тебе за то, что ты это делаешь. Я так долго ждал этого момента. И я хочу начать с того, что скажу кое-что прямо, что является своего рода признанием с моей стороны. Я думаю, что мое первоначальное отношение к тому, что ты делал, было немного предвзято. Оно основывалось исключительно на заголовках кликбейтов, которые я видел, не читая статей, не уделяя достаточного количества времени, чтобы по-настоящему понять, что ты делаешь. И я думаю, что это вызвало у меня, может быть, и не пренебрежение, но и не такой уж большой интерес. И чем больше я узнавал о тебе, тем больше я начинал по-настоящему ценить то, что ты пытаешься сделать. А также ту степень, в которой, как мне кажется, тебя неправильно понимают и осуждают в обществе. Таким образом, возможно, я осуждал тебя. Все это подводит нас к сегодняшнему дню, потому что я действительно хочу по-настоящему понять, что ты задумал. Потому что я думаю, что на первый взгляд это может показаться чем-то вроде тщеславного проекта, но на самом деле здесь происходит гораздо больше. Так почему бы нам не начать с твоей футболки? На ней написано «Не умирай». Очевидно, что на первый взгляд это имеет очевидный смысл, но для тебя это означает нечто гораздо большее. Да. Первое спасибо тебе. С твоей стороны очень великодушно быть таким откровенным. Ну что же, это самое малое, что я могу сделать. Если я ожидаю, что ты раскроешься, то самое малое, что я могу сделать, это признать, ну знаешь, свои собственные уязвимые места. Да, это самый распространенный опыт для тех, кто знакомится со мной поближе. Почему так происходит? Да. Мое понимание истории таково, что большинство из нас рождаются в этом мире и никогда по-настоящему не понимают, в каких системах мы рождаемся. Вот, например, я родился в глубоко религиозной общине. Для меня это была единственная реальность существования в каждом члене моей общины. Я был словно в аквариуме. Я понятия не имел, что нахожусь в аквариуме, пока мне не исполнился 21 год. И это заставляет меня задуматься, в скольких аквариумах я нахожусь. Именно это я и пытался делать всю свою жизнь, пытаться понять, куда ведет меня мое восприятие, чего я не могу увидеть. И я думаю, что по умолчанию люди живут в аквариумах. Мы не понимаем того, чего не знаем. И это начинание сильно отличается от всего остального, что происходит в мире. И я думаю, что когда это происходит, склонность к отказу это просто новая импульсивная реакция. Так что я не могу говорить за всех в этом вопросе. Но да, наша реакция была довольно жесткой. Это не было проявлением апатии. Это было да, это было жестоко. Я заметил, что ты стал довольно искусным в противостоянии критикам, и похоже тебе это доставляет удовольствие. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я заметил эволюцию в том, как ты общаешься на публике по этому поводу. Вместо того, чтобы избегать этого, ты как бы сталкиваешься с этим лицом к лицу и делаешь это в игровой форме. Да, да. Главное в том, что большинство людей чувствуют себя подавленными из-за невзгод и критики. Им кажется, что это нечто такое, что погружает их в воду и каким-то образом может победить их, и они с большей опаской относятся к трону. И это действительно противоречит здравому смыслу. Лучшая стратегия — всегда говорить да и нет. Если кто-то смеется над тобой, говори да и нет. Если кто-то задевает тебя, говори да и нет. Это противоречит здравому смыслу, потому что ты хочешь защитить себя. Это именно то, что ты хочешь сделать, и ты хочешь привести контраргументы. Каждый раз это проигрышная стратегия. Ты никогда не выиграешь. Так что придерживайся ее, и тогда ты лишишь силы тех, кто пытается это сделать, и просто будешь играть. Это создает среду, в которой твои идеи и начинания могут процветать. Ну, я думаю, что всякий раз, когда кто-то пытается сделать что-то новое или непохожее на других, или кто-то вроде тебя, ну, знаешь, очень открыто, публично и прозрачно проявляет себя в попытке сделать что-то, чего никто никогда не делал, если вы сделаете это раньше. Не только для того, чтобы продлить свою жизнь, но, возможно, даже изменить свой биологический возраст, вы подвергнетесь большому количеству критики. Этого, конечно, следовало ожидать. Так что, с одной стороны, это, пожалуй, самая смелая цель в истории человечества. С другой стороны, как человек, который в прошлом был спортсменом на сверхвысокую выносливость, я испытываю большое уважение к любому, кто готов заигрывать с внешними гранями человеческих возможностей. И я думаю, что даже в последние годы, в моей собственной маленькой субкультуре экстремальной выносливости, мы наблюдаем некоторые, знаете ли, огромные успехи в плане того, на что люди способны в спортивном плане, или что они способны вынести. Не так давно люди думали, что пробежать марафон — это самое большое расстояние, которое кто-либо может пробежать. До последних десятилетий они даже женщинам не разрешали этого делать, потому что считали, что это будет слишком вредно для них. А сейчас билеты на забеги на 100 миль распродаются. Ты знаешь, мой друг Харви Льюис только что пробежал 450 миль за 96 часов почти без сна. Таким образом повышается уровень восприимчивости к человеческим возможностям. Но мы зациклились на идее о неизбежности нашего старения. И поэтому я хочу дать тебе возможность, ну, в общем-то, дать определение нашим понятиям, чтобы люди, которые не знают, кто ты такой и чем занимаешься, могли понять цели, которые ты перед собой ставишь. Да, хорошо. Я сначала скажу «хорошо, когда мы с тобой проснулись сегодня». Хорошо, позволь мне спросить тебя этот вопрос. Что для тебя сегодня является приоритетом номер один? Это приоритет номер один, а не номер два. На самом деле, давай назовем его нулевым. Приоритет номер ноль. Даже не номер один. Приоритет ноль. Самое главное, что нужно сделать, это сделать нулевую вещь. Ну что же, мне нужно пережить этот день. Я должен жить, верно? Но я не думаю об этом. Вот именно. Так что твоя главная цель не умереть. Ты вдыхаешь воздух, чтобы не умереть. Затем ты делаешь другие вещи, например, смотришь по сторонам, прежде чем перейти улицу. Ты выбрасываешь продукты из мультиварки и пристегиваешься ремнем безопасности. Так что в течение всего дня это твоя главная цель, которую ты должен достичь. Выходи. Конечно, но я бы не сказал, что я трачу много сознательных ресурсов на то, чтобы пережить этот день. Именно так. Так что это не самое главное, потому что в нашей повседневной жизни мы играем в эту игру каждый день и делаем все постепенно, чтобы стать лучшими. Так, например, когда обнаруживается, что попадание под машину приводит к смерти, это распространяется по всему человечеству. Это плохой поступок, и поэтому у нас формируется привычка смотреть в обе стороны улицы. У нас есть светофоры, у нас есть знаки стоп. Поэтому мы создаем эти механизмы и системы, чтобы сказать, как нам не умереть как общество. Таким образом, общество построено вокруг концепции «не умирай». И основываясь на этом принципе, я провел мысленный эксперимент. Когда мне исполнился 21 год, я решил немного отступить назад. Я вернулся из Эквадора. Я был там миссионером и жил в условиях крайней нищеты, с земляными полами и глинобитными хижинами. И это был такой шокирующий опыт, что я вырос в семье среднего класса в Соединенных Штатах. Ты знаешь, как будто моя мама шила мне одежду специально для меня. У нас не было кучи денег, но мы все равно не боролись за самое необходимое каждый день. Я вернулся и действительно начал сомневаться в своей реальности на каждом уровне. И единственное, что я смог понять, это то, что я хотел потратить свою жизнь на то, чтобы сделать человечество лучше значимым образом. Я понятия не имел, что это значит. Я ни в чем не был хорош. Я ни в чем не выделялся. Так что я подумал, что просто заработаю кучу денег к 30 годам, а потом с деньгами пойду и займусь чем-нибудь интересным. Мне так повезло, что я продал бренд Freevenmo за 800 миллионов долларов. Накануне этого я подумал, хорошо, теперь у меня полно наличных. Что же мне делать? И вот теперь у тебя есть практически неограниченное пространство для выбора. С той суммой денег, которая была у меня, ты можешь делать все, что угодно в этом мире. А чем ты занимаешься? И это такой сложный мыслительный процесс. Ты не замечал, что наслаждаешься своим богатством и как бы разыгрываешь это, чтобы посмотреть, разрешит ли это какой-нибудь экзистенциальный кризис, который у тебя может возникнуть в данный момент? Я кое-что сделал. Мне действительно нравятся приключения на свежем воздухе. И вот я прокатился на собачьих упряжках по Швеции. Я участвовал в гонках в пустынях Марокко. Я совершил несколько приключений в Исландии, так что я вроде как занимался чем-то на свежем воздухе. Но помимо этого нет, я действительно так думаю. Ты же не покупал Бугатти, частный самолет или что-то в этом роде? Я действительно получил лицензию пилота и начал летать на самолетах, но по функциональным соображениям. Деньги никогда по-настоящему меня не интересовали. Да, это действительно не является для меня приоритетом. Так что если экономика больше не играет роли в твоей жизни, то это желание или своего рода принуждение творить добро или продвигать человечество вперед не имеет границ. Например, как ты тогда берешь в свою жизнь и свои обильные ресурсы, и направляешь их в направление, которое поможет реализовать то чувство цели, которое у тебя есть? Выбор бесконечен. Да. Так как же ты пришел к этой идее о продолжительности жизни? О продлении жизни? Первая мысль, которая пришла мне в голову, возникла, когда мне был 21 год, когда я обнаружил, что нахожусь в пузыре, в этом религиозном пузыре, в котором я вырос. Эта реальность была создана для меня. Мы должны просто сказать, что ты вырос в мормонской общине. Да. Ты очень хорошо воспитан в этой религии. Это верно. Мормонизм — это не холодная религия. Ты прав. Это разрушает твою реальность. Ты жил в Солт-Лейк-Сити или где-то в другом месте поменьше? Это был маленький городок. Да. Чем дальше ты удаляешься от Солт-Лейка, тем сильнее ощущаешь это. Да, именно так. Как и все в моем сообществе, в моем городе было 30 человек. Я не помню, чтобы знал хоть одного немормона. Они, вероятно, были там, просто я их не знал. Так что у каждого было свое понимание существования, и у тебя есть свои правила. Так что это похоже на то, что религия говорит, вот набор правил, и если ты будешь следовать им, то получишь эту вечную жизнь, которая впечатляет. Все, что тебе нужно делать, это играть по правилам. Так что когда ты был ребенком, тебе казалось, что это довольно выгодная сделка, не так ли? Я могу подчиняться правилам. Я могу это сделать. Тогда ты становишься частью этой культуры и забываешь, что играешь в игру. Ты просто играешь по правилам. Очень трудно понять, что ты на самом деле участвуешь в игре. Так когда же для тебя это начало меняться? Итак, я служил на миссии в Эквадоре, что еще больше укрепило мои убеждения. А потом я вернулся, и мне был 21 год, и даже на миссии я впервые начал по-настоящему задумываться о религии. Потому что раньше это было скорее частью культуры, в которую я был погружен. Для сообщества это было больше похоже на практику. И вот вы уже глубоко погрузились в доктрину, и я начал задавать вопросы, подобные тем, что не имеют никакого смысла. Ну, например, как мне это согласовать? Но проблема заключалась в том, что половина моего мозга была интеллектуально вовлечена в это, а половина эмоционально вовлечена в то, что я сделал, и у меня был раздвоенный мозг. Мне было очень трудно разобраться в том, что я на самом деле думал и чувствовал по этому поводу. Религия в основном говорит о том, как вы относитесь к той или иной вещи, которую Бог передает с помощью этого эмоционального языка. Как будто вы чувствуете, что знаете Святого Духа, когда делаете эти вещи. Так что это очень сбивает с толку, потому что вы пытаетесь сделать вывод, что же такое истина. Как мне распознать истину? Это что, логический ход? Это что, эмоциональный ход? А потом тебе нужно примирить эти две вещи, и ты должен сказать, я верю только в логику. Это единственный способ, с помощью которого я могу получить хоть какой-то объективный взгляд на мир. А потом появляется это эмоциональное облако, которое говорит, но на самом деле существуют ли такие вещи, как интуиция, эмоции и другие способы получения истины. И поэтому, когда ребенок пытается разобраться в реальности, особенно когда ты был в ней всю свою жизнь, это очень трудно понять, что происходит на самом деле. Так когда же это начало открываться для тебя? Например, было ли какое-то конкретное событие или стечение обстоятельств, когда ты почувствовал, что тебе нужно отойти на некоторое расстояние от этой доктрины? Да, я читал биографию Джозефа Смита, пророка-основателя мормонизма Раф Стоун Роулинг. И я думаю, что она была написана одним из членов церкви. Так вот, я историк, если не ошибаюсь, из Колумбийского университета. И это был исторически точный рассказ о Джозефе Смите, и это был первый раз, когда я узнал истинную историю мормонской церкви. Потому что, когда ты взрослеешь, ты получаешь эту вымытую версию этого четкого набора событий, где есть хорошие парни и плохие парни, и ты читаешь историю и понимаешь, мальчик, что все это сложно и не совсем понятно. Я прочитал это и подумал, что это действительно странно, потому что я всю свою жизнь верил, что эти люди скажут мне правду любой ценой. Я верю, что ты будешь действовать в моих интересах, и, прочитав это, я подумал, подожди секунду, это не честное отношение. Я ожидал, что ты расскажешь мне точно, что произошло, чтобы я мог разобраться в этом сам, а не убирать все целиком и дать мне какую-то версию. Мое доверие к этому учреждению начало ослабевать. Как будто я больше не могу доверять тебе в том, что ты мне что-то рассказываешь, потому что у тебя есть план рассказать мне все определенным образом. И с этого момента все просто начало разваливаться. Да, это должно быть сбивало с толку. Это так мучительно. Есть одна вещь, которая совершенно очевидна для мормонской церкви в этих мормонских общинах, а именно, если вы хотите нарушить свои ряды или расстаться с верой, вы рискуете своей связью с этим сообществом. Как будто многое поставлено на карту. Решение о том, что ты больше не хочешь участвовать, влечет за собой огромные социальные издержки. В последние годы это стало действительно актуальным. Так вот, у меня было трое детей от женщины, которая была мормонкой и до сих пор остается мормонкой. Мы расстались. В то время моему старшему сыну было, по-моему, 10 лет. Это и есть Толмач? Джефферсон. Да, они все очень маленькие. И в тот момент я как бы заново пережил свое детство, когда мой отец очень рано ушел из церкви. Мне было три года, и он уже собирался уходить. Но когда я рос, общество всегда рисовало его плохим парнем, парнем, которому нельзя доверять. Он был за пределами общества. Дьявол, должно быть, нашептывал ему что-то на ухо. Он, несомненно, был моей главной нитью, которая тянула меня наружу. И поэтому я всегда держал его на расстоянии вытянутой руки. Так вот, мой отец не помог себе некоторыми вещами, которые он делал, хотя мог бы поставить себя в более выгодное положение. Но все же он был другим и находился вне круга доверия. И когда это случилось, то же самое произошло и с моими детьми, когда я стал другим. Я чувствовал себя так, словно посвятил 10 лет своей жизни тому, чтобы стать самым лучшим отцом, на какой только был способен. Я был очень внимателен. Я имею в виду, что я действительно старался быть хорошим отцом. Это событие произошло, и теперь мои дети задаются вопросом, кто такой папа, хороший он или плохой. И это вызвало этот разрыв, ну, знаете, примерно через 6 или 7 лет, когда дети были такими. Я не знаю, и они не доверяли мне, когда были со мной. Я. Все это было из-за меня. Было такое напряжение. Мы действительно хорошо ладили. Мы с моими детьми никогда по-настоящему не ссорились. У нас все получается очень-очень хорошо. Но просто было такое напряжение, что они никогда не могли перейти границу, чтобы снова полноценно взаимодействовать со мной и доверять мне. Так вот, Талмедж, мой средний ребенок, когда ему было 16 лет, покинул дом своей матери и переехал жить ко мне, чтобы посмотреть, как я себя чувствую. С тобой, папа. Поехали. Вот он и совершил переход. Но с двумя другими детьми все еще что-то не так. Я чуть не потерял их, когда они были детьми, понимаешь, и мне кажется, что я не могу быть им отцом так, как мог раньше. Да, это должно быть еще более болезненно. Ты, несмотря на все свои старания быть таким хорошим отцом, повторяешь поведение своего отца эту боль, которую это должно быть причиняло тебе в детстве, а также путаницу в ваших отношениях с отцом. А твой отец боролся изо всех сил, верно? Как будто у него были проблемы с наркотиками и все такое прочее, верно? Так оно и было. Из-за этого у него было немного запутанное детство. Ты знаешь, я пытаюсь установить связь между опытом, который ты пережил в детстве в церкви с твоим отцом. Но узнаешь, когда тебя раскрасили определенным образом, а затем вывели из дома. И его изо всех сил стараешься выполнить миссию, на которой ты сейчас находишься. И я должен верить, что на каком-то уровне ты получил какую-то травму в результате этого. И обычно, когда возникает такой хаос, у травмированного человека возникает импульс к тому, чтобы взять свою жизнь под контроль, верно? Потому что они привыкли к тому, что все уходит из-под контроля. Так что было бы логично, если бы ты жил такой жизнью, я имею в виду, что сказать, что твоя жизнь регламентирована, значит полностью недооценивать то, как ты, ну, знаешь, проводишь каждый день. Но справедливо ли будет сказать, что между этими двумя вещами должна быть какая-то связь? Как будто я пытаюсь понять часть мотивации того, как и почему ты живешь именно так, как ты это делаешь. Таким образом, мое восприятие самого себя, которому я придаю очень мало значения, похоже на то, что ты можешь наблюдать за мной, вероятно, гораздо яснее, чем я сам. Сказав это, я пришел к выводу, что мое воспитание научило меня ничему не доверять. Авторитеты, которым я доверял всей душой, подвели меня. Моя община подвела меня. Теперь их обязанность заключалась не в том, чтобы помочь мне осознать все возможные реалии различных религий, различных способов бытия, истории. Это не было их целью. Их целью было сохранить во мне это особое понимание. Тем не менее, это привело меня к недоверию, ко всем авторитетам. А затем произошел второй удар, который, как мне кажется, был уместен, когда мне было 24 года, я впал в хроническую депрессию. Я женился, у нас родился новый ребенок. Я работал в стартапе, полный рабочий день. Я почти не высыпался, и я думаю, что стресс, отношения и все такое прочее, просто немного сломили меня, и я не позаботился об этом. И я просто погрузился в эту мрачную депрессию, и в этот момент, знаете ли, мой мозг просто зашумел. Жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Все вокруг ужасно. Тебе, наверное, стоит покончить со своей жизнью. А те, у кого была депрессия, просто знают, что это повторяется снова и снова. Как будто это просто изводит тебя каждые два дня мыслями о том, чтобы покончить со своей жизнью. И поэтому я искренне сочувствую людям, которые совершают самоубийство. Это разумный поступок. Я полностью понимаю это. Как будто я сам был там. Я был на самом краю пропасти. Так что на данный момент я испытываю недоверие к авторитетам в своей жизни. На данный момент я не доверяю своему разуму. Как будто мой разум говорит мне покончить с жизнью. Но когда он говорит мне делать что-то другое, почему я ему доверяю? Так что теперь я думаю, как я могу доверять чему-либо на самом деле. В том числе и твоему собственному разуму? В том числе и моему собственному разуму. Я не собираюсь верить ничему, что говорит мой разум. Безусловно, все мы фильтруем реальность через призму своего восприятия. И мы убеждаем себя, что то, что мы воспринимаем, есть истина, тогда как на самом деле у вас есть более оточенное понимание того факта, что восприятие — это в лучшем случае мнение, не так ли? Мы не можем доверять тому, что нам говорят. Мы не обязательно можем доверять тому, что говорит нам наш разум. И экстраполяция этого приводит к тому, что возникает очень интересная идея, с которой я согласен, это культура зависимости. С самого первого момента нашего рождения мы постоянно подвергаемся импульсам, маркетинговым сообщениям и искушениям на протяжении всей нашей жизни, каждый отдельный момент каждого дня. Каждый день они прививают нам привычки, поведения и убеждения, которые не только не служат нам, но и прямо противоположны нашему благополучию. Да, да, это совершенно верно. Так что немного поподробнее об этом. Однажды я прочитал книгу Гэри Беккера «Экономика жизни». Он лауреат Нобелевской премии по экономике из Чикагского университета. Он написал серию эссе для журнала Ньюс Уик и объяснил социальные явления в математических терминах. Так вот, он взял такую тему как религия, и обычно вы начинаете объяснять религию с помощью истории, но он просто говорит, что вот как вы это понимаете с помощью цифр. Это также стало популярным благодаря фрикономике, где вы берете и смотрите на цифры, стоящие за этим. Так вот, он раскрыл этот мир математики, моделей, уравнений, и это был один из самых захватывающих опытов за всю мою жизнь, потому что вся моя прежняя реальность была историей. Этот человек поступил так-то и так-то, и ты испытываешь эту эмоцию, создаешь такое восприятие, а затем делаешь вот это. А теперь он говорит, что с помощью цифр ты можешь понять реальность. И я подумал, это самая крутая вещь, которую я когда-либо видел в своей жизни. Так вот, я родом из этого маленького городка. Я не встречал ни одного инженера. Так что мне примерно 22 года. У меня нет компьютера. У меня нет доступа ни к технологиям, ни к миру инженерия. Так что это открытие, что ты можешь понимать окружающий мир с помощью численных методов, является для меня чем-то вроде умопомрачительного опыта. Поэтому я поступаю в Чикагский университет. Я учусь там и в полной мере ценю этот способ понимания мира. И по мере того, как я живу своей жизнью, именно так я получаю возможность не умереть. Это действительно просто. По сути, я ничему не доверяю в реальности. Ни авторитетам, ни своему разуму, ни своему восприятию, ничему. Я просто доверяю данным и цифрам, и единственное, во что я верю, это в то, что я не хочу умирать. Кроме этого, знаешь, я могу пойти поиграть и сказать то-то и то-то. Но если я действительно попытаюсь сказать что-то подобное, то к чему я могу свести свое существование? Мне нравится быть живым прямо сейчас. Я не хочу умереть через 5 минут. Я не хочу умереть через 10 минут. Я не хочу умереть сегодня вечером. А теперь скажи, что произойдет через 100 лет. Я не знаю. Но это именно то, что я действительно пытался делать. Потому что в противном случае жизнь была бы такой запутанной. Так трудно понять, что происходит на самом деле. Трудно понять, что нужно делать. Трудно понять, как разрешить конфликт. Это просто неразбериха и хаос. И вот я попытался свести все это к настоящему моменту в 2023 году, и это возвращает нас к тому, что я пытался сделать для вида. Если ты задашь этот единственный вопрос, ты сможешь сделать что-то одно со своим существованием и попытаешься подняться на новый уровень. Человечеству или внести свой вклад в развитие человечества. Чем ты занимаешься? И это именно то, на что я только что потратил 10 лет, пытаясь понять. Перейти от мормонской церкви с ее доктриной о загробной жизни к тому месту, где данные цифры становятся вашим божеством, это настоящий переход, не так ли? Я не могу не задаться вопросом, какова природа ваших отношений с духовностью. Так ли это важно? Потому что я думаю, что несмотря на всю вашу приверженность наборам данных, вы глубоко эмоциональный человек. Вы бы не занимались тем, чем занимаетесь, если бы у вас не было этой связи с будущим человечества. И если вы думали, что ничто другое не имеет значения, кроме того, что происходит прямо сейчас, то зачем вам посвящать свою жизнь продвижению чего-то, что, возможно, не принесет вам пользы? Откуда ты? Да. Я думаю, что учеба в школе никогда по-настоящему не имела для меня смысла, потому что занятия проходили так медленно, а монолог учителя был таким медленным. Идея запоминания информации и ее повторения просто не привлекала меня. Я ненавидел школу. Это было хуже всего. Я бы предпочел остаться дома и прочитать дюжину книг за один и тот же промежуток времени. И как только я освободился от учебы, я отправился в путь и просто прочитал все биографии, которые попадались мне под руку. Мне нравился процесс оглядывания назад на столетие и наблюдения за отдельными людьми в их времени и месте в 14 веке, 15, 16, 16, 16. Вы знаете даже до нашей эры и пытаетесь оценить, что они делали в свое время и в своем месте. Что же они увидели такого, чего не мог увидеть никто другой, и как им это удалось? Например, какие культурные тенденции были доминирующими в их время? Какие идеи были новаторскими? Какие идеи были отвергнуты? У меня сложились такие отношения с историческими личностями, что я больше заботился о том, чтобы дружить с ними, чем о том, чтобы дружить с людьми в настоящем. Потому что большинство людей в настоящем играли в игры, которые меня на самом деле не интересовали. Ты же знаешь, что это в основном связано с социальными сигналами и статусом, со всем, что происходит в данный момент. Но 99% того, что происходит прямо сейчас, будет потеряно для истории. Это верно и для прошлого. Если вы посмотрите на 15 век, то увидите, что в наших учебниках истории отражено менее 1% всех происходящих событий. Все остальное стирается из памяти. Мне понравилась идея сделать что-то, что внесло бы свой вклад в этот непрерывный поток пожертвований для человечества. И вот так я выстроил эти отношения на протяжении всего этого периода времени. И поэтому, даже заглядывая вперед, я чувствую себя более преданным разведке 25 века или связанным с ней, чем сейчас. Меня больше волнует, что они скажут обо мне, чем то, что люди говорят обо мне сейчас. Потому что истории нужно время, чтобы разобраться в том, что происходит. Для меня это именно та игра, в которую я хочу играть. Именно о таких людях я думаю, когда размышляю о том, что делать дальше. Это больше, чем просто размышления о первом принципе. У тебя есть склонность видеть все с высоты птичьего полета. Как будто твоя временная шкала длиннее, а высота над уровнем моря выше. А это требует не только более глубокого мышления, но и, возможно, иного подхода, не так ли? Похоже, ты действительно мыслишь по-другому. В том, как ты смотришь на мир, есть что-то, возможно, слегка нейродивергентное. Осознаешь ли ты это? Справедливо ли это? Как ты думаешь, это точно? Это такой забавный вопрос. Мое восприятие реальности таково, что когда я общаюсь с другими людьми, мне кажется, что то, что ты делаешь, это безумие. Для меня это похоже на безумие. И тогда они воспринимают меня так, «Эй, может быть ты осознаешь, что у тебя может быть небольшая нейродивергентность». И таким образом происходит подмена восприятия. И по умолчанию, когда ты используешь слово «нейродивергентный», это заставляет этого человека казаться странным. Поэтому, возможно, его немного недооценивают по сравнению с нормой. Таким образом происходит игра восприятия, в которой я воспринимаю мир буквально как безумный, но я знаю, что люди воспринимают меня как нечто подобное. А это немного отличается. Я не совсем уверен, что об этом думать. Я не имею в виду слово «нейродивергентный» в уничижительном смысле. Я действительно имею в виду человека, который видит вещи по-другому и думает о них по-другому. И я думаю, что ты тоже так думаешь. И я думаю, что мир безумен. Но мы настолько привиты, понимаешь, мы настолько пропитаны этими нормами, что очень трудно понять, что происходит. Даже идентифицировать их, не говоря уже о том, чтобы бросить им вызов. Да. Так что мой комментарий никак не касался того, как ты употребляешь этот термин. Я обычно говорю так, когда слышу, как люди говорят о нейродивергенции. Да, я это понимаю. Это всегда звучит слегка уничижительно. Да, да, я понимаю. Не так ли? Всегда кажется, что это просто легкий намек на то, что ты знаешь, но мы будем добры к ним во многих отношениях. Просто в разговоре присутствует этот культурный феномен. Так что да, я абсолютно уверен в этом. Я полностью осознаю ситуацию. Я иду на ужин с друзьями и слышу, как все разговаривают, и я такой, вау, я действительно такой разный в своем мышлении. У меня определенно есть самосознание. Кроме того, я думаю, что именно это качество наиболее часто встречается в биографиях, которые я читаю. Эти люди на протяжении всей истории были способны выстраивать свой образ мыслей уникальным образом. Они были способны по-другому смотреть на мир и действовать по-другому. Они смогли подняться над нормами, статус-кво и ожиданиями своего времени и места. И именно поэтому я говорю, что чувствую гораздо большую связь с людьми прошлого и мое представление о людях будущего. Я чувствую себя как дома в этом спектре, и именно поэтому я чувствую себя почти чужаком в этом времени и месте. Потому что когда я занимаюсь своими делами, мы видели это. Это создается впечатление, что мы не уверены, хотим ли мы приветствовать вас в нашем приличном обществе. Как будто мы не уверены, что на самом деле хотим на тебя накинуться. Мы хотим оттолкнуть тебя и покритиковать. Мы хотим понизить твой статус, говоря самые гадкие вещи, какие только можем. Вот что на самом деле происходит. Если вы посмотрите на количество грязных разговоров обо мне, то увидите, что это имеет смысл. И люди получают от этого удовольствие, и это здорово. Я тоже получаю от этого удовольствие. Но дело еще и в том, что когда люди играют в силовые игры, они пытаются огустить меня на ступеньку ниже. Они пытаются уменьшить мою силу. Наука заключается в людях. Это терапия горячими и холодными средствами. Другими словами, использование сауны и погружение в холодную воду дает множество мощных преимуществ, таких как уменьшение воспаления, уменьшение болезненности мышц, повышение энергии и улучшение настроения. Но дело в том, что самодельные ледяные ванны доставляют колоссальные хлопоты и по сути просто непрактичны, что делает все это дело неустойчивым. Что является проблемой решения, было разработано ребятами из Планш, которые первыми разработали решение все в одном. Великолепную, элегантную, современную ванну, которую легко установить в помещении или на улице со встроенными в нее системами охлаждения и фильтрации. Так что по сути это устройство практически не требует технического обслуживания. И я пользуюсь им почти каждый божий день, что сильно повлияло на мое физическое здоровье и, должен сказать, значительно улучшило мое психическое состояние. Команда Планш Тим теперь также предлагает прекрасную сауну для максимального расслабления в горячей и холодной воде. Это великолепно оформленное дополнение к вашему пространству. Недавно я запустил свою сауну и должен сказать, что больше не представляю жизни без нее. Это действительно кардинально изменило ситуацию с моим физическим здоровьем, конечно, но также принесло огромную пользу моему психическому благополучию. Чтобы узнать больше и приобрести собственную ванну с холодной водой или сауну, посетите сайт Plunge.com, перейдите по ссылке в описании ниже и используйте код СДЕЛАЙТЕРИЧРОУ, чтобы получить 150 долларов с вашей покупки. Всякий раз, когда кто-то предпринимает смелый шаг, чтобы сделать что-то необычное, его цели вступают в противоречие с социальными нормами. Так что для тебя это просто подтверждение, верно? Что ты на пути к тому, чтобы стать одной из этих исторических личностей. А когда ты думаешь о тех людях или их биографиях, которые оказали наибольшее влияние, например, кто из них выделяется? Это такое большое разнообразие. Я только что закончил Мобилана, первого человека, совершившего кругосветное плавание. И если вы прочитаете об этом, то вам покажется, что мир просто сходит с ума от идеи торговых путей, специй и всего остального. Это похоже на каждый цикл бума, который мы переживаем прямо сейчас. Похоже, человечество просто играет в эту игру снова и снова. Это одно и то же. Нам кажется, что мы играем в эту новую, неизведанную игру. Но это не так. В эту игру играют уже тысячи лет. Так что Магеллан — это действительно весело. Я закончил книгу о Детрихе Банхефере. Он был религиозным человеком в гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и пытался убить Гитлера. Так что в тот момент мне было очень любопытно, потому что вы можете прочитать о Второй мировой войне, о том, как эта армия делала то-то и то-то, а Черчилль делал это. И ему нравились эти движения. Но я хотел понять, если вы находитесь в Германии времен Второй мировой войны и Гитлер приходит к власти, что происходит? Например, как вы определяете, хорош этот человек для Германии или плох для Германии? Вы понимаете, что он предлагает евреям, или вы не понимаете? Есть ли у вас какие-нибудь секреты по этому поводу? Как будто я хотел понять реальное время и место происходящего, а также его рассказ о том, как он по сути замышлял убийство Гитлера и все связанные с этим маневры. Это было просто захватывающе для меня, потому что в моем сознании это было очень туманное время. Как Гитлер пришел к власти? Как это произошло? Как мир может знать или не знать об этом и что-то с этим делать? Так что мне действительно нравится читать об этом, чтобы разобраться в деталях. Ты прав. Лягушка в воде, которая медленно закипает, ты находишься в ситуации, которая движется в определенном направлении, но поскольку ты ее участник, ты этого не делаешь. Обладайте достаточной осведомленностью, чтобы понять, что на самом деле происходит. Вот именно. Для меня это самое волнующее событие. Так что если мы поиграем в эту игру прямо сейчас, и мы с тобой попросим задать этот вопрос прямо сейчас, что же на самом деле происходит? Что происходит на самом деле? Что происходит? Что происходит на самом деле? А теперь, чтобы сделать это, нам, вероятно, нужно просто отбросить в сторону первые 20 мыслей, которые у нас есть, потому что они, скорее всего, мусор. Нам нужно по-настоящему погрузиться в эту штуку. И это единственный шанс сохранить ясность мышления. После того, как я все еще работаю в МО, я организовал около дюжины обедов по всей стране, собрал вместе своих друзей, их подруг, и просто хотел объединить амбициозных людей. Я провел с ними мысленный эксперимент. Давайте представим, что мы находимся в 2050 году, в 2017 году. Мы приближаемся к 2050 году. Мы процветаем как биологический вид, как будто это просто волшебное существование. На чем мы сосредоточились в 2017 году, чтобы воплотить это в реальность? И ты хотел подразнить меня. Что подсказывает интуиция? И, вероятно, вполне предсказуемо, что ты представишь, что в основном слышишь обрывки мыслей, которые отражают современный дух времени. Было очень-очень редко, когда кто-то выдвигал что-то противоположное. Ты выглядишь так, словно это было нечто такое, что кто-то не стал бы просто так вытаскивать из духа времени. Но тем не менее, было действительно полезно просто выяснить, о чем думают люди прямо сейчас. Куда, по их мнению, движутся траектории развития событий. Потому что я действительно хотел посеять семена. Я хочу поделиться своими собственными мыслями о том, что происходит сейчас. Как люди думают, к чему все идет. А потом тебе придется проделать тяжелую работу над тем, что сейчас никто не видит. А что именно никто не видит? Какие выводы ты сделал из этого опыта? Это был единственный мысленный эксперимент, который привел меня к тому, чем я сейчас занимаюсь. Прав я или нет, мы еще посмотрим. Но у меня есть убеждение двигаться вперед. Дело в том, что я обладаю интеллектом 25 века. Я не могу сказать, что они разговаривают. Поэтому я не знаю, как работает эта коммуникация, но просто в этом суть интеллекта. И они наблюдают за тем, что произошло в начале 21 века, чтобы сделать разумные существа, процветают в этой части галактики. Что же они наблюдают? Таким же образом мы смотрим на 16 век и как бы сводим все столетие к 4 или 5 моментам. Это очень сильное жатие. И как мне показалось, они говорили о том, что Хоуму Сэйпианс понял накануне создания сверхразума, что единственным врагом является смерть. Они поняли, что нужно обратить все свое внимание на то, чтобы не умереть. Не умирайте поодиночке, не убивайте друг друга, не разрушайте планету и создавайте искусственный интеллект таким образом, чтобы он позволял развиваться всем разумным существам. Это самая большая революция в истории человечества, потому что она бросает вызов тому, что смерть всегда была неизбежна. Таким образом, она бросает вызов этой фундаментальной вещи. И во-вторых, она бросает вызов всем играм за статус и власть, в которые мы когда-либо играли. Если ты хочешь возвыситься над своими сверстниками, прежде чем собирать армию, отправляйся убивать людей и захватывать их территорию. Это всегда было связано с насилием и приобретением за счет выгоды одного человека и потери другого. Для того, чтобы сказать, что мы играем в разные игры, нужно изменить весь биологический вид. И именно тогда я, да, если бы я начал заниматься блупринт, я подумал, что с философской точки зрения можно сказать и так, но это не имеет значения. На самом деле ты должен быть таким, чтобы люди это поняли. В том, чем ты только что поделился, так много интересного. Я хочу рассказать о нескольких вещах, которые пришли мне в голову. Первое из них — это предположение, которое с каждым днем становится все более и более реальным, что искусственный интеллект станет не просто всеобъемлющим аспектом того, как мы живем, но и в вашем случае это почти всемогущая сущность, доброжелательная по своей природе, которую мы затем передаем на аутсорсинг все наши решения, принимаемые нашим мозгом. Вы знаете, мы полагались на наш мозг с самого зарождения человечества, чтобы искусственный интеллект мог принимать лучшие решения в наших интересах. о коллективе и планете в целом. Для этого требуется очень оптимистичный взгляд на эту технологию погружения, несмотря на множество рассуждений о ее опасностях и потенциальной возможности на самом деле сделать противоположное тому, что вы предполагаете. Да. Вот несколько примеров. Я только что нарисовал этот искусственный интеллект, чтобы пересказать историю Адама и Евы. Поэтому я хотел задать вопрос. Если бы мы пересказали историю нашего происхождения прямо сейчас, а не тысячи лет назад, прямо сейчас, в 2023 году, на что была бы похожа история происхождения Адама и Евы и как бы мы это сделали? Спроецировать себя наружу? И я подумал, что это был интересный мысленный эксперимент, потому что он в точности соответствует тому, о чем ты говорил, а именно, если посмотреть на приоритет, то в первый раз, когда сообщение было отправлено по телеграфу, Пони Экспресс был мертв. Никто не хотел, чтобы Мелани Мо гоняла на лошадях. Это было намного лучше. Когда ты впервые смог ориентироваться с помощью GPS, бумажная карта, лежащая у тебя на коленях, перестала работать. Это просто неизбежно. Как будто мы не делаем этого, потому что так эффективнее. Когда ты можешь постирать свою одежду в стиральной машине, а не у реки. Итак, взгляни на эти сотни примеров того, как технология становится достаточно эффективной для выполнения определенной задачи. Она становится более эффективной или рентабельной. Или что бы там ни было, мы, люди, перенимаем ее чрезвычайно быстро. Я спорю со своим здоровьем о том, что мы с моей командой разработали алгоритм, который заботится обо мне лучше, чем я сам. Он способен просматривать все данные в моем теле. Он изучает научные данные. Он создает алгоритм. Таким образом, это создает превосходные когнитивные способности, превосходные метаболические способности, превосходные физические способности, и все это вместе взятое. Я превосходный человек, потому что это алгоритм. Так что у меня есть два варианта. Должен ли я сказать, что буду делать все так, как делал, и докажу свою состоятельность? Собираюсь ли я принимать решения по поводу меню? Нет, как будто я собираюсь выбирать алгоритм точно так же, как я использую GPS как стиральную машину, и как я использую автопилот и самолет. И поэтому неизбежно, что когда эти вещи пересекают технологический порог и позволяют каждому из нас достичь наших целей, мы мгновенно перенимаем их. До этого момента мы брыкаемся и кричим, мы говорим о потерянной работе, мы говорим о страхе, как будто это процесс, который происходит каждый день. Время от времени это случается, но мы безжалостно перенимаем их. Так вот, именно это и произойдет. Это абсолютно неизбежно. На картине также изображен очень авторитарный взгляд, который исключает человеческий выбор, не так ли? Как будто ты лоббируешь мир, в котором есть искусственный интеллект, который заботится о твоих интересах. Он будет точно указывать тебе, что есть и когда ложиться спать. Все твои решения будут переданы на аутсорсинг этой штуки, что приведет к лучшим результатам для тебя. Но вместе с этим ты лишаешься определенного уровня свободы, что, как утверждают многие люди, подрывает красоту жизни, не так ли? Так вот, каков твой ответ на это? Да, это тот самый ужин, на который я тебя пригласил. Ну что же, так оно и было. Кто еще там был? Мне жаль, что я его пропустил. О нет, это было просто замечательно. Эти люди. Так вот, я ужинал за этим столом больше дюжины раз, и вот я ставлю этот мысленный эксперимент и говорю, хорошо, представьте, что в вашем распоряжении есть алгоритм. Это создает наилучшее самочувствие в вашей жизни, духовное, ментальное, физическое и все вышеперечисленное. Ты можешь сказать «да» на это. Компромисс заключается в том, что вы едите то, что указано в рецепте, и ложитесь спать тогда, когда указано в рецепте. Следуйте инструкциям. Вы не можете отказаться. Как только вы войдете в систему, все будет кончено. Ну, я имею в виду, что я даже не указываю этот параметр. Я не понимаю, в чем конкретно дело. Это просто очень общий вопрос. Так что я провожу мысленный эксперимент, и мы ходим вокруг стола. На данный момент у нас около 12 человек, как будто мы очень близки. Мы понимаем друг друга. Так что математически все получается почти одинаково каждый раз. Так что треть людей соглашаются на все, что угодно, лишь бы спасти меня для себя. Как будто я не могу удержаться от того, чтобы не сделать бланк-бланк-бланк. Так что похоже, да. Или нет, 30% да, это что-то вроде, и да, но я хочу внести несколько изменений. И я такой, лол, это немысленный эксперимент. Я уверен, что человеческое желание попробовать синюю часть по меню непобедимы. Именно так. А остальные, давайте просто назовем это 40%. Мне бы хотелось отвалить. Так вот, ты дал мне довольно мягкий отпор, потому что, по сути, ты поднимал такой вопрос. Смотри. Я просто выдвигаю аргумент, который я уверен, ты слышал миллион раз, чтобы услышать, как ты на это отреагируешь. Но как будто это законно, потому что ты, по сути, говоришь, «Слушай, у меня есть свобода воли. Это то, что я понимаю. Я хочу жить определенным образом. У меня есть определенные идеалы и представления о том, что значит жить такой жизнью. У меня есть такие планы. Просто они затрагивают каждую клеточку человеческого мозга, и это так оскорбительно». Вот почему люди ведут себя так, будто они даже не знают об этом. Какой-то ответ был бы таким, «Это что, культ?» «Ну, ты понимаешь, типа того?» «Да». Такое ощущение, что это просто вызывает очень сильную реакцию. И поэтому я не выступаю за это. Я утверждаю, что это неизбежно. Это уже произошло. Мы зря тратим время на эти дебаты. Это не та ситуация, в которой мы можем сказать, «Мы полностью контролируем ситуацию и сами будем решать, как это сделать». Это не значит, что все пропало. И вот что я предлагаю. Если мы сможем философски примириться с тем, что происходит, мы окажемся в хорошей ситуации. Лучшее место для нашего вида. Мы увеличим вероятность нашего выживания. Прямо сейчас мы находимся в Ла-Ла-Лэнде и думаем, что каким-то образом контролируем всю ситуацию. Я не могу решить, взволнован я или напуган. Именно так. Я перемотаю для тебя время на два часа вперед. Так что в конце разговора мы ходим по кругу, и каждый может сказать что-то вроде, «Хорошо, вот мое эмоциональное состояние, вот моя забота, вот это моя философская позиция». И каждый раз приводятся одни и те же 20 или 30 аргументов. Мы ходим туда-сюда, рассматриваем все с разных сторон, и в итоге у людей случается три или четыре экзистенциальных кризиса. Ты знаешь, они падают духом. Это похоже на то, что я не знаю, зачем я существую, и они возвращаются. В конце все с радостью обнимаются. Похоже, это одно из лучших впечатлений в моей жизни. Я так счастлив, что нам удалось сделать это вместе. Они обмениваются номерами телефонов. Так что в итоге получается невероятно эмоционально продуктивное мероприятие, где мы все можем примирить наши различные взгляды на реальность. Не то чтобы мы были согласны, но просто мы можем примириться с чем-то подобным, вот, возможно, такая ситуация. Что же помогает самому стойкому человеку смириться с тем, что ты предсказываешь как неизбежную реальность? Так что обычно я самый непримиримый человек за столом. Я не удивлен. То, что я говорю, на самом деле не имеет значения и не находит оттуда. Так что это похоже на то, когда кто-то другой способен воспринять эти идеи, и, возможно, у него немного прояснится в голове, и он скажет, я думаю вот так, и они скажут это каким-то подходящим образом. Этот человек такой, о, это довольно интересно. Но похоже я никогда не говорю о том, что люди думают так, что на самом деле я не против этого. Это медленный путь, чтобы просто понять основы того, как они воспринимают себя как обладающих полным контролем прямо сейчас. На самом деле они живут в нескольких пузырях искусственного интеллекта. Контент, который они видят на YouTube, музыку, которую они слушают, то, что они видят на Netflix, книги, которые они читают, это все порекомендовало. Похоже, что все это алгоритмическое влияние уже существует вокруг нас, и мы просто не говорим об этом. Но это сильно повлияло на то, что мы видим в социальных сетях. И мы понимаем, что, во-первых, мы уже вовлечены во множество подобных сетей, а во-вторых, по мере развития технологий мы, несомненно, внедряем их в нашу жизнь. Потому что это помогает нам достигать того, что нас волнует. И как только мы осуществим это усыновление, мы почувствуем себя сильнее. И поэтому, если вы просто взглянете на нашу сегодняшнюю жизнь, мы уже скажем «да» этому. Мы сказали «да» этому. Наша жизнь тому подтверждение. Так что это не такой уж большой скачок к тому, о чем я говорю. На самом деле мы просто пытаемся вынести это на всеобщее обозрение и спросить, можем ли мы обсудить это. И если мы будем открыты в этом вопросе, мы действительно сможем построить более надежную систему. Часть этого включает в себя надувание воздушного шара, иллюзию свободы воли, которая, как мне кажется, нам нравится. Мы верим, что у нас больше свободы воли в принятии решений, в наших мнениях, в наших верованиях и в нашем понимании того, что является правдой, а что реально. Не так ли? Таким образом, ты убедительно оспариваешь это, разуверяя людей в этом представлении. И я думаю, что в довершение всего, послушай, я глубоко осознаю тот факт, что мой мозг не принимает во внимание мои личные интересы. Как будто я выздоравливающий алкоголик. О, это потрясающе. Я просто помешан на еде. Я был в сточной канаве. У меня был избыточный вес. Я был не в форме и предоставлен самому себе. Мне кажется, что я каждый раз буду зарываться головой в пакет с чипсами и делать неправильный выбор. И мне пришлось создать для себя невероятно строгие правила, ограждения, чтобы избежать искушений, которые для меня непреодолимы и, возможно, еще более непреодолимы, чем они являются для обычного человека или кого-то еще. И я добился успеха в этом отношении, но у меня много недостатков. Я не всегда хорошо справляюсь с этим, и я могу все испортить. И вот моя жизнь стала регламентированной, но не до такой степени, как у тебя, как будто я версия твоего эксперимента для бедных. Но все это было основано на моем опыте работы с ограничениями моего мозга, которые не отвечают моим интересам. И это нужно преодолеть, не позволяя себе иметь собственное мнение о некоторых вещах. Таким образом, правила очень бинарны, и это облегчает их соблюдение. Я не передаю их на аутсорсинг искусственному интеллекту, но делая такой выбор и делая такое заявление, я полагаю, что легче придерживаться этих правил. Ты только что продвинулся в этом вопросе на тысячу градусов дальше. Да, и я бы сделал паузу и сказал, мне действительно нравится быть здесь с тобой. О, спасибо тебе. Да, меня действительно неправильно понимают, и это невероятно сложно, выйти на такой уровень разговора. И поэтому я ценю, что ты пришел сюда вместе со мной. Я просто очень ценю то, что мы общаемся взад и вперед. О, спасибо тебе. И особенно то, что ты признаешь свою ограниченность. Это такая редкость, когда кто-то видит в себе катастрофическую ситуацию, в которой нужно быть человеком и чувствовать, что мы все едва держимся на волоске. Так что да, я думаю, я просто очень благодарен, что у нас есть возможность поговорить об этом. О, спасибо тебе. Это очень важно. Я ценю это. Да, послушай, мы обманываем себя, думая, что мы сами себе лучшие друзья. И чаще всего, по крайней мере в моем случае, я сам себе злейший враг. Это происходит постоянно, даже когда у меня в голове крутится история о том, кто и такой, и на что способен. Это просто ужасно. Я бы не поступил так ни с кем другим. И я думаю, что осознание этого или действительно зрелое понимание этого позволяет мне быть более сострадательным и менее осуждающим по отношению к другим людям. Потому что быть человеком чертовски трудно. Это очень тяжело. Каждый божий день мы сталкиваемся с искушениями. Я имею в виду, что наш современный мир совершенствуется благодаря науке, экспериментам и психологии, создавая ландшафт материальных благ, продуктов питания и всего остального. Каждая отдельная вещь специально разработана с использованием гигантских ресурсов, чтобы соблазнять и вызывать зависимость по причинам, которые не имеют никакого отношения к вашему благополучию в целом. И на самом деле, довольно часто это противоречит этому. Да, это потрясающе. Таким образом, ты как бы ставишь на карту, выткиваешь флаг в землю и говоришь, «Я не буду придерживаться этого». Как будто я не живу в соответствии с этими правилами. Я выхожу за их рамки. Я собираюсь позволить команде очень умных людей изучить меня и понять, что для меня лучше, и я позволю им самим принимать эти решения. Сейчас некоторые люди сказали бы, «Ну что же, ты создал для себя позолоченную клетку». Но я знаю это благодаря другим людям. Интервью, которые я смотрел с тобой, говорят о том, что ты самая счастливая из всех, кем когда-либо была. И я думаю, что хотел бы услышать об этом немного больше. И я просто скажу в качестве предисловия к этому, что, по-моему, мы переоцениваем или придаем слишком большое значение чувству счастья, которое приходит с выбором. У меня есть свобода, и я счастлив. И мы недооцениваем, или совсем не ценим, что при наличии определенных ограничений или ограждений, которые как бы сдерживают нас и не дают нам потворствовать нашему поведению, которое нам не на пользу, существует определенная недооцененная свобода, которая приносит определенное счастье, которое, по крайней мере, в своей жизни я не испытывал ничего другого. Да, это потрясающе. Так что я собираюсь воспользоваться этим открытием, которое ты создал. Спасибо тебе. У меня никогда не было возможности рассказать об этом в подкасте, потому что это всегда примерно так, что ты ешь. Каков твой протокол физических упражнений? Во сколько ты ложишься спать? Я настаиваю в основном на трех вещах. В начале 13 века в колониях Америки были большие дебаты о том, должен ли ими править английский монарх, или им следует перейти к демократии. Томас Пейн написал эту брошюру, в которой утверждал, что колонии должны принять демократию, потому что так они смогут лучше управлять своими собственными интересами, чем иметь монарха. И он говорил обо всех недостатках монарха. Сейчас мы оглядываемся назад и думаем, да, демократия на самом деле является одним из величайших достижений в истории человечества, когда у вас появился новый способ правления, отличный от монархического. В то время все было неясно, и это пример истории о том, как на самом деле выглядит облачность в тот момент. Как люди видят ясность? Его брошюра стала бестселлером во времена первых американских колоний, когда восторжествовала демократия. И в тот момент демократия превратилась в более мощную систему управления процветанием человечества. Один человек-монарх уступал этой демократической системе. Я проделал то же самое со своим телом. Мой разум-монарх. Точно так же, как ты только что говорил о своем разуме. Твой разум действует вопреки твоим интересам. Мой разум-это пьяный матрос. Вот именно. Так оно и есть. Это абсолютная катастрофа, и я хладнокровно с этим согласен. Я сделал то же самое со своим телом. Я спросил, кто на самом деле должен быть главным. Монарх или у нас должно быть демократическое правление. А затем мы начали с проекта. Мы начали измерять каждый орган моего тела и пришли к выводу, что все в порядке. Сердце, легкие печень, поджелудочная железа, сердечно-сосудистая система. Что тебе нужно, чтобы стать лучше? И я позволил им высказаться. И я увидел, что я отдал власть своему разуму монарха. Произошла катастрофа. Чтобы мое тело было главным. И именно с этим работает алгоритм. Алгоритм работает непосредственно с моим телом. То, что я здесь утверждаю в пользу человеческой расы, заключается в том, что мы всегда относились к своему разуму как к высшему авторитету во всем. При любых обстоятельствах он сам решает, чего он хочет, когда он хочет, как он думает, какие приоритеты он собирается расставить. У него есть абсолютная власть, как у монарха. На следующем этапе развития человечества я утверждаю, что это устаревшая модель управления человеческой жизнью. Сейчас появляются более мощные и дееспособные системы интеллекта, в частности то, что я сделал с Blueprint, наделил свое тело и искусственный интеллект способностью управлять самим собой. А теперь скажи, есть ли у меня по-прежнему свобода воли? Я чувствую, что так оно и есть. Есть ли у меня все та же свобода воли? Я чувствую, что так оно и есть. Стал ли я счастливее? Я чувствую, что так оно и есть. Но именно это, в сочетании с вызовом смерти, является самой значительной революцией в истории Homo Sapiens. И для кого-то это почти невозможно осознать. На то, чтобы сесть и начать разговор, уходит несколько часов. Во время этого разговора твой разум как будто сразу начинает щебетать. Но подожди. Я все еще возмущаюсь идеей передать все на аутсорсинг суперинтеллектуальному устройству, точно так же, как когда у нас есть GPS на телефоне или на приборной панели автомобиля. Мы внезапно начинаем уделять меньше внимания топографии нашей местности. Природная среда, потому что мы передали это на аутсорсинг, чтобы по-настоящему понять это. Когда мы начинаем передавать все больше и больше наших решений на аутсорсинг чему-то постороннему, доводить это до конца, все равно, что проводить мысленный эксперимент со скрепками. Только вместо скрепок в нем участвуют люди. Так что все может пойти совсем не так, и самым мрачным образом. То, о чем ты говоришь, требует определенного уровня доверия и веры в нашу способность создать этот сверхразум по-настоящему доброжелательным образом. Но не упускает ли это из виду тот факт, что, возможно, у него могут быть свои собственные идеи о том, как это сделать? Может, и пойду. Я хочу сказать, что у нас нет выбора. Мы думаем, что у нас есть выбор. Мы думаем, что у нас есть возможность выбора. Но это не так. Мы боремся за выживание. Я понимаю, почему ты так раздражен. Именно это происходит каждый раз. И так оно и есть. Требуется много времени, чтобы избавиться от раздражения. Это то же самое, что быть монархом. Это та же самая революция. Твой разум — это монарх, который проделывает ужасную работу по обеспечению твоих наилучших интересов. Ты это знаешь. И даже зная это, даже рассказывая мне об этом в этом разговоре, ты все еще злишься от мысли, что это существо не будет отвечать за тебя, что ты ему совсем не доверяешь. Ты знаешь, что это вредно для тебя, но все равно сердишься. Ты знаешь своего врага. Все так сложно. Так что если ты выходишь из ситуации и наблюдаешь за кем-то другим, разве не любопытно, что да, враг, которого ты знаешь, работает над твоей идеей? И ты, мы, по сути, бессильны против этого. Есть и другая технология, другой способ сделать это, который спасет тебя от самого себя. Ты был бы открыт для этого. Это звучит как приглашение присоединиться к Матрице. Точно так же, как я хочу съесть хороший стейк и стать кинозвездой. Да. Знаешь, подключи меня к сети. Ты такой, это происходит. Я имею в виду, так что давай просто взглянем на прошедшую тысячу лет. Мы живем изо дня в день, поэтому время кажется нам более медленным. Но если вы посмотрите на скорость технического прогресса, то увидите, что она идет прямо вверх. Прямо сейчас она астрономическая. Она неуклонно растет. Так что говорим ли мы об одном году, пяти годах, десяти годах или двадцать, неважно, это происходит абсолютно мгновенно. Следите за любым временным интервалом, который превышает продолжительность нашего двухчасового разговора. Это здесь. Прямо сейчас. Вот почему я не умираю. Когда я провожу мысленный эксперимент, я думаю обо всех вещах, которые мы могли бы обдумать относительно нашего существования. Если мы пытаемся избежать ситуации, когда мы уничтожим друг друга ядерным оружием, биологическим оружием или чем-то еще, и мы пытаемся сказать, можем ли мы согласиться в чем-то одном. Одно дело, чтобы мы не уничтожили биологический вид и продолжали существовать. О чем мы можем договориться? Главное не умирать. Это игра, в которую каждый человек на этой планете играет второго числа каждого дня. Это единственное, в чем мы можем прийти к согласию. Сейчас люди, которые совершают самоубийства, являются единственными, кто не согласен с этим, и поэтому есть несколько исключений из этого правила. Но вообще говоря, за пределами принципа «не умирай», у нас возникают тысячи и тысячи разногласий. У нас, как у биологического вида, существует огромное количество разногласий по любому поводу. Вот почему я сужу этот вопрос и спрашиваю, что говорит 21 век о 21 веке 21 века. Это призыв к сплочению для 21 века. Это единственный способ создать искусственный интеллект. Единственная этика и мораль – не умирать ни от чего на планете. Сейчас, конечно, все усложняется, но все же вы можете начать с некоторого согласия. В принципе, как вам связать воедино этот момент времени? Что же на самом деле происходит? Как вам пробиться сквозь весь этот шум и хаос и действительно понять, что происходит прямо сейчас? Я все еще не могу отделаться от мысли, что внутри вас живет какой-то глубокий страх смерти, который не имеет ничего общего с вашим разрывом с церковью, обещавшей вечную жизнь. И теперь, когда мы живем вне религии, эта миссия вытеснила или заменила то, что раньше предоставляла церковь. Есть ли в этом хоть капля правды? Я имею в виду, возможно ли это, не так ли? Насколько я понимаю, Камю, знаменитый французский философ, подошел к экзистенциальным краям философии, к экзистенциализму, и по сути пришел к выводу, что существование бессмысленно. Так что единственный уместный вопрос заключается в том, совершаешь ли ты самоубийство. Больше ничего не имеет значения. И как только ты решишь, совершаешь ли ты самоубийство или нет, если ты этого не сделаешь, то просто играй. В моем мысленном эксперименте я хочу выяснить, влияет ли на меня мое прошлое, или я веду себя так, будто не знаю. Мне очень трудно это комментировать. Единственное, что я пытаюсь сделать, это выделить самую основную суть реальности, чтобы понять одну вещь. Это не значит просто блуждать в суматохе существования. Я пытаюсь сказать, что одна вещь — это дистилляция сущности. В том, что ты делаешь, есть что-то неизбежно буддистское, потому что это стремление увидеть, как далеко ты можешь раздвинуть границы своего здоровья. Это эксперимент не только в области самосохранения, но и в своем роде уникальный опыт. Сфокусированный эксперимент на себе, верно? Таким образом, ты мог бы выдвинуть аргумент, что это самый зацикленный на себе человек и экспериментатор всех времен, но основная миссия заключается в том, чтобы сделать это на благо человечества. Таким образом, это подтверждает буддийскую идею о том, что лучший способ улучшить мир — это улучшить себя. И если ты можешь быть образцом того, что возможно, это становится шаблоном для других, который можно изменять или копировать, верно? Да. Я пытался стать проблемой, которую я пытаюсь решить в обществе. Поэтому мы часто слышим разговоры о согласовании целей искусственного интеллекта. Итак, идея в том, что искусственный интеллект обладает огромной силой. Мы хотим, чтобы он хотел того же, чего хотят люди. Мы не хотим, чтобы он вышел из-под контроля и причинил нам вред. И поэтому, как и в случае с бумагой, четкие результаты позволяют избежать подобных вещей. Мы хотим, чтобы национальные государства ладили друг с другом и не уничтожали друг друга ядерными ударами. Мы хотим, чтобы мы ладили друг с другом и не убивали друг друга. Таким образом, общество по сути пытается достичь своей цели, верно? Мы пытаемся найти общий язык во многих вещах. А это очень трудно сделать. Мы много чего делаем именно так. Я хотел спросить, могу ли я стать проблемой согласования целей? Итак, во мне 35 триллионов клеток. Я Брайан Джонсон. Могу ли я привести в соответствие свои 35 триллионов клеток? Потому что не все мои клетки хотят одного и того же. Мой мозг говорит, эй, давай выпьем, засидимся допоздна и повеселимся. И вот в чем суть этого начинания. Я пытаюсь сказать, могу ли я взять 35 триллионов клеток, 35 разумных агентов и направить их на достижение единственной цели, не умереть. Потому что у нас нет никакой надежды на то, что мы сможем привести всю планету в соответствии с чем-либо, если мы сами не сможем понять, как это сделать. Именно так. И если я это сделаю, то та же модель будет применена и к планете Земля. Хорошо, и так планета Земля — удивительное место. В настоящее время у нас нет резервной копии. Так как же нам сделать так, чтобы планета не погибла? Концепция та же. Вы проводите миллионы измерений планеты Земля, почвы, атмосферы. Вы смотрите на научные доказательства того, что кораллы, океаны и воздух являются процветающей биосферой. Вы внедряете протокол, а затем мы, люди, разбираемся с этим. Потому что в настоящее время мы относимся к планете Земля так же, как к своему телу. Мы делаем все, что захотим. Мы загрязняем окружающую среду настолько, насколько захотим. Например, если океаны станут более кислыми, что угодно. Если мы потеряем коралловые рифы, что угодно. Если мы потеряем ледяные шапки или что-то еще, мы просто уничтожим это. И этот протокол будет продиктован всевидящим, всезнающим, авторитетным искусственным интеллектом, который будет править планетой и создавать протокол. Наша работа, как людей, заключается в том, чтобы выполнять этот протокол. Он основан на пошаговом процессе и на том, как мы строили все остальное в обществе. Так что авторитаризм просто подкрадется к нам незаметно. Я бы не сказал, что это авторитаризм. Я имею в виду, так же ли демократия является авторитаризмом. Нет. Это та же самая система. Вы берете разумных агентов, которые действуют в соответствии с определенной методологией для достижения цели, в соответствии с этим набором правил, и демократия превзошла монархию. Моя система превзошла почти все человеческие системы. Мы просто-напросто пытаемся повысить качество нашей системы до уровня «не умирай». Это очень постепенная функция. Ты веришь, что есть вероятность того, что ты не умрешь? Да. Это бесспорно. Что ты будешь жить вечно, если только не попадешь в автомобильную аварию или что-то в этом роде. Да. Ты больше никогда не будешь прыгать с парашютом. А если мы попытаемся трезво оценить, насколько умен сверхразум? В каком смысле он умен и насколько сильно? Насколько он отличается от нас? И если мы скажем «хорошо», давайте просто попробуем провести несколько мысленных экспериментов, которые, возможно, будут иметь отношение к нам. Итак, мы разговариваем с человеком прямоходящим миллион лет назад. Человек прямоходящий почти не владеет языком и уже миллион лет не применял никаких новшеств в своих действиях. И мы говорим «человек прямоходящий, мы тебе очень доверяем». Мы считаем, что ты просто потрясающий. Но знаешь, давай же не сдерживайся и расскажи нам о своем видении будущего этого вида. Сможет ли Хоумо Эректос поэтично рассуждать о квантовой механике, термодинамике, компьютерах, интернете, рынках и деньгах? Ни за что. Так что если Хоумо Эректос такой, знаешь, ради чего я хочу жить? Жизнь такая тяжелая штука. Я весь день выхожу на охоту за едой, и мне приходится сражаться со всеми этими дикими тварями. А Хоумо Эректос не может сказать абсолютно ничего ценного о будущем своего существования. Единственное, что он может сказать, это то, что я не хочу умирать, потому что я хочу быть рядом, чтобы иметь возможность выбора. В тот момент, когда мы существуем, я не думаю, что наше мнение имеет какое-либо значение. Ничто из того, что я думаю, чего я хочу, на что я надеюсь, что я предполагаю, вообще не имеет значения. Мы уперлись в стену с интеллектом, который для нас просто невообразим. Так что я не придаю никакого значения своим мнениям. Я человек прямоходящий. Я настолько примитивен, что это просто смешно. Так зачем мне вообще пытаться войти в ситуацию? Единственное, что я хочу сказать, это то, что мне нужен выбор на будущее. Будет ли это хорошо или плохо? Я понятия не имею. Ну что же, нравится мне это или нет? Я понятия не имею. Я понятия не имею. Я просто хочу сказать «да» этому, потому что это происходит. И поэтому я хочу быть с тобой в этой поездке. Я хочу ознакомиться с фактическим протоколом того, что ты делаешь. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу получить представление о том, что в данный момент говорят тебе данные, и как это влияет на твою идею или убеждение в том, что для тебя существует возможность выжить. Да. С тех пор, как я продал Brain Tree Venmo, я вложил десятки миллионов долларов в компании, которые программируют физическую реальность. Итак, геномика, нанотехнологии, синтетическая биология, компьютерная терапия. Например, одна из моих компаний строит молекулу за молекулой как конструкторы лего, чтобы создавать новые вещи в мире. Теперь у нас есть возможность программировать физический мир с помощью атомов, молекул и организмов. Как мы можем программировать компьютерные программы? Мы можем программировать, надежно программировать реальность всеми возможными способами. Это самая невероятная ситуация во всем мире. И сейчас мы делаем это с помощью более мощных вычислительных инструментов. Что могло бы послужить примером этого? Это кажется очень абстрактным? Давайте представим, что вы хотите производить розовое масло в качестве ароматизатора. Как правило, вы сажаете растения в поле. Вы их удобряете, поливаете, собираете урожай, а затем получаете розовое масло. Альтернативный вариант – взять дрожжи, организм, и запрограммировать дрожжи на производство розового масла. Или, как мы сейчас строим дома, мы выращиваем дерево, срубаем его, затем помещаем в определенное место и строим дом. Ты бы просто вырастил дом из дерева, ты бы его запрограммировал. И таким образом ты можешь запрограммировать биологию так, чтобы она делала то, что мы в противном случае делали бы сами. Вот насколько мощной является наша способность создавать биологию в реальности. Таким образом у нас есть доступ на корневом уровне, чтобы программировать эти вещи. Это мои компании, которыми я занимаюсь последние 10 лет. Это невероятно. Да, это так удивительно, что это происходит, и как будто никто не знает об этом, что у нас есть такие возможности для этого. Да, это действительно круто. Так что если ты скажешь «хорошо», то теперь у нас есть возможность, по сути, спроектировать существование В на каждом уровне, молекулы, организмы и атомы. И теперь у вас есть эти новые вычислительные инструменты, и мы понимаем механизм старения, у вас есть все части вместе, чтобы решить эту проблему. Как будто тебе совсем не обязательно во что-то верить. Просто дай этому немного времени. Есть какой-то нерешенный вопрос, который звучит так. Нет, это нарушит законы физики, и как будто скорости света просто не существует. Например, как мы собираемся стать быстрее, чем скорость света? Мы не уверены. Это совсем другая проблема. Все детали на месте. И тот факт, что речь идет о биологических системах, ничем не отличается от трехмерной печати домика на дереве или розового масла. Да, ты же знаешь, природа уже делает это. В природе есть несколько примеров, когда некоторые виды медуз и другие обладают замечательными способностями к омоложению. Биология уже доказала, что способна на это. Так что мы находимся в действительно хорошем положении. И именно поэтому это такой волнующий момент, быть живым. И если мы просто трезво оценим ситуацию, то будет глупо убивать друг друга. Глупо идти на войну, глупо убивать нашу планету, глупо заниматься саморазрушительным поведением и увеличивать число смертей. Вот почему мысленный эксперимент 25 века кажется мне таким полезным. Они бы посмотрели на нас и подумали, конечно, ты не умрешь. Ну, конечно же. Но мы так захвачены этим моментом. Мы постоянно спорим о том о сём, и нам страшно. Но в общем нет, конечно, ты должен сделать именно это. Ты не первый человек, который пришёл на подкаст, и у которого есть что-то вроде взгляда Полианы на долголетие и на то, что может ждать нас в будущем. У меня здесь были Питер Де Аманда и Сергей Янг. Но я думаю, что всё это, знаете ли, для меня заканчивается тем, что мы ещё не совсем выполнили свои обещания. Как будто мы медленно приближаемся к определённому рубежу. Но когда речь заходит о крупном прорыве или о чём-то, что изменит всё, возникает много разговоров, но пока не так много доказательств. И потом, среди такого рода культуры людей, которые действительно сосредоточены на долголетии и продлении срока службы здоровья, есть очень много разногласий. Как будто они во многом не согласны и спорят о том, что лучше нан или нет. Например, рапомицин и всё такое. Знаете, эти крошечные маленькие детали в этом мире, от которых я не могу избавиться. Но думаю, что мы всё ещё далеки от того, о чём вы говорите. Да. Если экстраполировать то, что происходит прямо сейчас, на то, как быстро совершенствуется искусственный интеллект, то мне вообще не нужны никакие доказательства, чтобы сделать оптимистичный прогноз о том, что проблема старения будет решена в ближайшем будущем. Если ты просто произведёшь некоторые приблизительные подсчёты и представишь, что если бы люди занимались исследованиями старения, то нам потребовалось бы 200 лет, чтобы попытаться решить проблему старения, верно? Это похоже на что-то длинное, и мы смотрим на темпы нашего прогресса. Когда вы включаете искусственный интеллект, он работает на порядке быстрее, чем люди. И поэтому, если вы скажете «хорошо», это в триллион раз быстрее, чем могут делать люди, или как бы там ни было. Давайте отбросим это число, и скажем, что это 90% вычислительной мощности, это как бы не совсем человеческий интеллект. Это похоже на то, как если бы ты тратил время на другие вещи, и поэтому ты применяешь к этому определённый уровень. Если ты применишь это число к будущему на ближайшие 10 лет с помощью сверхразума, то получишь эквивалент миллионов лет человеческих усилий по борьбе со старением. Ты прав. Так чего же мы можем достичь? Всё это сжато почти в кратчайшие сроки. Поскольку ты добавляешь к уравнению интеллекта триллионы своих знаний, включай их в это уравнение. Вот почему, опять же, мы не можем доверять своему разуму при составлении таких прогнозов. Мы находимся в ситуации, когда мощь этого интеллекта намного превосходит нашу способность моделировать его. Любой прогноз, который мы делаем, глуп. Тогда как мы можем доверять нашему разуму в создании искусственного интеллекта или суперкомпьютера с адекватными мерами безопасности, гарантирующими, что его приоритетом является выживание человечества, человеческая раса? Если мы не можем доверять своему разуму в том, что касается наших повседневных привычек, то как мы можем быть уверены в том, что у нас вообще есть способность предвидеть, что может пойти не так с рождением того, кто обладает уровнем интеллекта, который мы даже не можем постичь? Не умирай. Всё в порядке. Я имею в виду, так ведь? Сейчас же. В этом отношении всё идёт по кругу. Теперь, конечно, кажется, что в этом больше нюансов, потому что что я имею в виду? Верно? И это означает сотни разных вещей, и есть компромиссы. Так что это действительно сложно. Но опять же, если тебе нужно ответить на этот невероятно сложный вопрос, как нам прийти к согласию в чём-то одном? И прямо сейчас мы не согласны в вопросе «не умирай». Мы убиваем себя. Мы убиваем друг друга. Мы убиваем планету. Мы жестокий вид, убивающий всё, что нас окружает. И именно поэтому эта революция так актуальна. Это так просто. Это как будто прямо у нас перед носом. Для тех, кто создаёт искусственный интеллект, я бы чувствовал себя намного лучше, если бы они активно не убивали себя. Если бы они были достаточно осведомлены о себе, чтобы не подталкивать себя к болезням и смерти, то внутри них была бы заложена философия. Это то, что лежит в основе всего, что мы вместе строим в обществе. Дело не в доминировании. Дело не в накоплении богатства. Дело не в завоевании территории. Это фундаментальное изменение нашего существования. Ты знаешь, я настроен оптимистично по поводу старения. Всё, что я могу сказать, это то, что я смотрю на модели и как будто хочу быть рядом, чтобы получить такую возможность. Но мне кажется интересным, что да, мы могли бы быть где-нибудь поблизости, чтобы найти это. Так сколько же тебе лет? 46-46 лет. И ты уже три года активно занимаешься этим протоколом и его усовершенствованиями. Сколько времени прошло на данный момент? Да, почти три года. Так что объясни, что такое протокол Блупринт. Мы занимаемся этим уже полтора часа, но так до конца и не разобрались. Чем же ты на самом деле занимаешься? Это то, что ты можешь найти в миллионе других интервью, которые ты дал, и о чём снято огромное количество видеороликов. Да, на самом деле всё просто. Я делаю то, что каждый делает каждый день, а именно стараюсь не умереть. И вот я просто сказал, а что если я попытаюсь стать лучшим в истории по умению не умирать? И вот как мы это сделали. Мы сказали, что я собираюсь стать самым уравновешенным человеком в истории человечества. Чемпионом мира по выживанию. Да. Да. Именно так. Так что мы собираемся измерить каждую деталь моего тела, всё, что сможем, понимаешь? Тысячи точек данных. Мы собираемся изучить научную литературу. Мы собираемся спросить, хорошо, как происходит процесс умирания тела. А затем мы спросим, что мы можем сделать, чтобы остановить процесс умирания тела. Именно это мы и сделали. Если бы мы просто пытались стать лучшими в мире и при этом не умереть. Для этого нужно было бы задействовать огромные ресурсы. Я думаю, что это около двух миллионов долларов в год. Я не знаю, но ты понимаешь, что это большие деньги, не так ли? Как будто ты весь в деле. Да. И, конечно же, ты делаешь это не в одиночку. У тебя есть команда людей, которые дают тебе советы. Итак, прежде чем мы перейдем к практикам и самому протоколу, расскажи, как тебе удалось найти экспертов и привлечь их к участию в этом проекте. Да. Например, кто эти люди и почему ты выбрал именно их, а не других? Да. Твоя точка зрения верна. Ты сказал, что все специалисты по борьбе со старением с этим не согласны. Ты прав. Вот почему я задаю этот вопрос. Все не согласны друг с другом. И вот что мы пытаемся сделать, так это сказать, как бы вы потенциально могли пробиться сквозь шум. Потому что пока все обсуждают такие темы, как НР против Нан, Коуд Планш, вам не нравится то, о чем вы говорите. Мои мама и папа хотят знать, что едят на завтрак, и похоже все находятся в этом пространстве. И вот мы сказали, хорошо, вот как мы это сделаем. Мы просто сделаем так, чтобы я был одним из них. И ты можешь критиковать это и говорить, что это не исследование на уровне популяции. Это всего лишь одно исследование, и оно неприменимо, как бы то ни было. Тем не менее, я бы предпочел сделать это, чем торчать в стране бесконечных дебатов. Это также дает людям, которые наблюдают за тем, что ты делаешь, эмоциональную связь с этим и возможность участвовать в этом, а не просто читать исследования или отчет. Потому что ты так прозрачно делишься всем, вы занимаетесь этим каждый божий день. Что работает, что не работает, от чего мы решили отказаться, что-то новое, с чем вы играете, это рассказывание историй, и именно это вовлекает людей. И так у них получилось, что ты стал как бы центром притяжения, как будто мы можем просто наблюдать за тем, что делает Брайан. Может быть, это Н из одного. Может быть, есть что-то, что мы можем извлечь из его опыта. Но я думаю, что сказать, что я собираюсь стать этим живым экспериментом, лучший способ вызвать интерес к происходящему. Да, хорошо. Я бы сказал, что Блупринт — это лучший медицинский протокол, разработанный в истории. Докажи, что я ошибаюсь с твоими данными. Теперь мы можем это утверждать. Я знаю, что ты говорил это много раз. Кто-нибудь обращался к тебе с кучей данных? И еще. Вот это. Вот это. Никто в мире еще не делал этого. Никто не оценивал себя так, как я. Никто еще не предлагал конкурирующую модель. Я работаю здесь уже три года. Я все еще совсем один. Ты же знаешь, что люди, возможно, читают газеты и говорят «сделай то-то и то-то». Никто. И ты знаешь, как это тяжело. Это дорого стоит. Так что на пути к этому есть препятствия. Но все равно я имею в виду, что если кто-то справится с этим, это будет самое лучшее, что когда-либо было. Я бы точно отпраздновал это событие. Это так. Потому что это просто повысит уровень того, что ты делаешь. Именно так. Это не угроза. Это похоже на рекламу. Именно так. И я много работаю с людьми, чтобы помочь им победить меня. Так что я действительно хочу, чтобы другие придумали и усовершенствовали лучшие способы достижения этой цели. Именно так мы поднимаем настроение всем. Как будто цель здесь не в том, чтобы быть номером один. Цель здесь в том, чтобы стать нулем. Мне кажется, я никогда не играл в эту концепцию так, как она есть на самом деле. Речь идет о процветании как вида. Дело не в том, что я пытаюсь занять первое место в рейтинге, а в том, что быть первым в рейтинге — это старомодная идея. Это просто прежняя версия того, что значит быть человеком разумным. В дальнейшем это не имеет значения. Вернемся к экспертам. Кто эти люди и почему ты их выбрал? Да, так вот. Главным архитектором проекта является Оливер Золман. Ему 29 лет, и я брал интервью у множества людей, и он выделялся среди них. Между нами установилась связь, и мы мгновенно стали как бы связаны друг с другом на всю жизнь. Это было похоже на действительно замечательную встречу умов. И у него был такой подход, когда он сказал, что по сути вы не сможете понять процесс старения и лечить его, если не будете делать это на уровне органов. Вы должны сосредоточиться на сердце и понять, какова анатомическая природа сердца и какова его функция. Вы должны постареть и сделать то же самое с легкими почками и поджелудочной железой. Если вы не будете делать что-то на уровне отдельных органов, вы действительно не сможете структурно решить проблему старения. И мне очень понравился его методичный подход. Он был математическим по своей природе. Он был строгим и поддавался количественному измерению. А потом мы с ним собрали команду специалистов по всему миру, специализирующихся на различных органах. Так что мы найдем мировых экспертов в каждой области органов или биологических процессах, будем работать с ними и постоянно совершенствовать эти знания. Так что он как бы ваш начальник штаба, главный врач? Да, он главный архитектор. Да. Так что давайте перейдем к различным практикам. Очевидно, что это включает в себя сон, правильное питание, физические упражнения, пищевые добавки, некоторые фармакологические препараты, некоторые медицинские вмешательства и множество тестов. Ты говоришь об уходе за кожей, волосами, зубами. Это практически все, не так ли? Но я хочу начать со сна, потому что это самое важное. Я думаю, ты бы с этим согласился. И я думаю, что сон здесь действительно является троянским конем. Так что расскажите немного о важности сна и о том, как вы соблюдаете гигиену сна. Да, я знаю, что когда я плохо отдохну, я чувствую себя полумертвым. Я чувствую себя пьяным. Понимаешь, я чувствую себя скомпрометированным. Я лауреат премии, и я чувствую себя раздраженным. Так что разница между хорошим ночным сном и плохим заключается в том, что ничто так не меняет мое сознательное существование, как это. Это невероятная разница. Да, когда у тебя выдающаяся ночь сна, проблемы, кажется, решаются без стресса. Твои творческие способности просто зашкаливают. Ты способен преодолевать препятствия, как будто все становится проще. Это похоже на сверхспособность. И у меня было так много случаев, когда у меня был один из таких дней. И я думаю, что буквально заплатил бы любую сумму денег, чтобы иметь возможность повторить это и чувствовать себя так каждый день. И я приложил немало усилий, Брайан. Не так далеко, как ты, но мой режим гигиены сна чертовски обширен. Я сплю на улице в палатке. Как будто я делаю то, чего ты даже не делаешь. И мой показатель сна по шкале ВУК довольно высок. Примерно раз или два в неделю я набираю 100 баллов, и в среднем мне около 90 или около 80, что, вероятно, хорошо в контексте западного мира. Но очень редко бывает, чтобы я выкладывался на 100 процентов хотя бы два дня подряд. Но ты выкладываешься на 100 процентов уже более шести месяцев. Уже восемь месяцев. Вот и сейчас. Восемь месяцев без единого дня. Я думаю, что пропустил три или четыре дня. Да. Я даже представить себе не могу, как это возможно, и каково это, чувствовать себя так хорошо каждый божий день. Да. Мне это нравится. Да, это именно то, что ты сказал. Вот в чем дело. Люди думают, что гигиена сна начинается с того момента, когда начинает темнеть, и ты думаешь о том, чтобы лечь спать. Гигиена сна начинается с того момента, как ты открываешь глаза утром. Тебе нужно начать готовиться к этому вечернему занятию. И несмотря на все то, что я сделал, я не ориентировал свою жизнь так строго, как ты. Все, что ты делаешь каждый день, все, что ты выбираешь в отношении еды, когда ты ешь, что ты ешь, какие физические упражнения ты выполняешь, все, что мы делаем и так далее, на самом деле направлено на то, чтобы подготовить вас к как можно более качественному ночному сну. Да. Вся моя жизнь связана со сном. Поэтому, когда люди говорят, если бы я мог просто выполнить часть программы Blueprint, посвященную сну, я говорю, что это троянский конь. Потому что для того, чтобы получать стопроцентный показатель сна каждый божий день, на самом деле нужно делать все остальное. В протоколе Blueprint для достижения этой цели. Вот именно. Ты совершенно прав. Недавно один репортер написал статью для GQ. Я был на конференции по борьбе со старением, и человек, который брал у меня интервью, спросил, что вы делаете для борьбы со старением на первом месте. А эта репортерша рассказала эту историю так, что люди слушают ее с таким интересом, что Брайан Джонсон собирается сказать по этому поводу. Он собирается рассказать о каком-то пептиде, сауне или каком-то другом протоколе. А потом он говорит поспи. И она сказала, что толпа просто издает коллективный вздох разочарования. Ты прав, потому что говорить о рапомицинике гораздо сексуальнее. Да, было ли это правда или нет, но она, как и все остальные, была очень разочарована моим ответом. Но ты же знаешь, что я не знаю, как лучше общаться, как будто все вращается вокруг сна. Ничто так не меняет существование, как сон. У тебя больше сил и воли. У тебя больше интереса к жизни. У тебя больше энергии. Да, у меня просто все рушится без сна. Я не знаю, как лучше общаться с людьми. Да. И когда люди хотят услышать от тебя подробности по этому поводу, основное внимание, как правило, уделяется плотным шторам. Типу простыней и очистителю воздуха, который есть у тебя в комнате. И температуру в комнате. И все это прекрасно и хорошо и важно и играет свою роль. Но чтобы по-настоящему оценить это, ты должен по-настоящему охватить все это целиком. Это программа. Да, да, именно так. Я имею в виду, я думаю, что мы все соревнуемся за статус и власть в обществе. Ты знаешь, как и во всех наших маленьких кругах и местах, где так много мифологии связано с тем, что герой лишен сна, спит под столом и целыми днями не спит. Это настолько заложено в психологии, что люди пытаются показать другим, что я достоин уважения. Я достоин этого статуса. Я достоин того, чтобы мной восхищались. Я достоин этой мифологии. Так что они делают все возможное, чтобы сыграть по этому сценарию, потому что думают, что это вызывает уважение у других. И в глубине души они тоже могут в это верить, как будто именно этого и добиваются гений. Ты знаешь, я могу привести так много примеров людей, которые добились этого. И поэтому в нашей психологии так глубоко укоренилось мнение, что лишение сна является чем-то положительным, и именно это останавливает большинство людей от принятия этого. Культура порноиндустрии и представление о сне находятся на закате своего развития. Именно так я себя и чувствую. Я согласен. Это так. Мы действительно проделали большой путь в повышении осведомленности окружающих. Вот и все. Я согласен с этим. Похоже, ситуация сильно изменилась. Даже за последние пару лет. Я так думаю. Я с этим согласен. Да? Да. Мне даже нравится, когда я разговариваю со своими друзьями, как будто они приходят ко мне и говорят, что я так сильно этого хочу. Нам нужно провести сеанс терапии, на котором я спрашиваю, что случилось, как дела. А затем мы углубляемся в их психологию, и они обнаруживают, что на самом деле пытаются быть на одном уровне со своими достижениями. Сейчас человеку требуется большая ранимость, чтобы быть настолько честным, но как только мы делаем это наедине, они говорят, «Боже мой, в этом нет никакой необходимости». Я могу достичь своих целей, связанных с амбициями, статусом, властью, богатством и успехом, и мне не нужно лишать себя сна. И это так освобождает их. Они действительно становятся лучше в своем ремесле. Но это не очевидно. Как будто это лежит на поверхности. Очень-очень трудно понять, что ты играешь по сценарию, который восходит к первому пункту, о котором мы говорили. В каком аквариуме ты сейчас находишься? Мы все находимся в аквариумах. В каком из них ты сейчас находишься? Ты разыгрываешь сценарий других людей. Ты сам этого не осознаешь, но ты принадлежишь им. Все, что я пытаюсь создать и чем могу поделиться с миром, ценно лишь в той степени, в какой я страдаю, создавая это, что приводит к нездоровому выбору отдыха, восстановлению сил и заботы о себе. Я. Я. И очень трудно избавиться от этого заблуждения. Да, ты признаешь это в себе. Конечно. Это интересно. Но как говорят в анонимных алкоголиках, самосознание тебе ни к чему не приведет. Например, осознание того, что происходит вокруг, не обязательно означает, что ты меняешь свое поведение. Я действительно мог бы извлечь пользу, если бы отдал на аутсорсинг многое из того, что мой разум подсказывает мне, что делать. И я так и делаю. Просто делаю это вместе с другими людьми. Ты же знаешь, что мой суперинтеллект — это группа людей, которые не дают мне сбиться с пути, верно? И в этом есть демократический аспект. Я не хочу, чтобы мой мозг был монархом. Я создаю, понимаешь ли, конгресс людей, которые умнее меня в различных областях жизни, от отношений до спорта, диетологии и всего остального. И этот подкаст также является экспериментом в этом направлении. Например, я приглашаю людей, которые знают то, чего не знаю я, и я учусь у них, и они становятся людьми в моей жизни, на которых я могу опираться при принятии решений. Но знаешь, на самом деле, именно через боль и страдания я пришел к готовности подчиниться этому, избавиться от иллюзий, что мои инстинкты направляют меня должным образом, и развить в себе смирение, позволяющее другим людям влиять на мои решения. Просто удивительно, что ты, по сути, уже занимаешься этим в своей жизни. Ты создаешь системы интеллекта, которые превосходят врожденные способности. Так что если у другого человека что-то получается лучше, чем у тебя, ты перенимаешь это. Или если это решение принимается группой людей и достигается консенсус. Да. Тогда это, вероятно, хороший показатель. Да. Так что, похоже, мы все уже сегодня играем в эту игру. Похоже, мы уже постоянно участвуем в этой игре по повышению уровня наших интеллектуальных систем. Каждый старается проявить себя наилучшим образом, и в будущем мы будем продолжать в том же духе. Так что, когда мы говорим об искусственном интеллекте, это действительно кажется очень резким, новым и необычным, но на самом деле это ничем не отличается от того, что мы делаем уже сегодня. Мы просто делаем первые шаги. Когда ты участвуешь в обсуждении мнений, если ты находишь лучший способ решения проблемы, ты принимаешь его верно, это перекрывает твой сознательный разум. Твой разум думает, что на самом деле так лучше. Значит, ты уже делаешь это. Иногда так бывает, но не всегда. Да? Да. Не всегда. Это похоже на то, что да. Я знаю, что должен это сделать, но я собираюсь сделать это таким образом. Да. Знаешь, сколько раз ты собираешься биться головой о стену? Да. Знаешь, именно поэтому боль может быть таким мощным сигналом? Да. Потому что иногда нужно испытать боль, чтобы увидеть другой путь. Да. Так что, как и я сам, я считаю, что мое нынешнее я сейчас живет не для меня. Я считаю, что я служу своему будущему я. Поэтому я представляю себя Брайаном, который живет в кто существует в 2050 году, где суперинтеллект вездесущ. Что бы это ни было, я служу этому Брайану. Больше всего на свете я хочу, чтобы у этого Брайана был такой опыт. Это больше, чем то, что я получаю временное удовольствие прямо сейчас. Больше, чем то, что я приобретаю какую-то вещь. Я действительно считаю, что я служу своему будущему я. Потому что если бы мы не существовали в это время и эпоху, а я жил в 1800-х годах, я бы так не думал. Я был бы подобен вездесущему Богу. Это единственный момент, который имеет значение, но это происходит впервые в истории. По сути, все меняется так быстро, что наше будущее я может быть неузнаваемо по сравнению с нашим нынешним я. Такого никогда не было. Это обычная практика, хотя и противоречащая человеческой интуиции. Похоже, что люди не очень хорошо умеют думать о будущем или предсказывать его. Я имею в виду, что если бы это было так, то, послушай, болезни сердца убивают большинство людей. Верно? Это убийца номер один. Так что если бы мы действительно думали о здоровье своего сердца или заботились о том, что мы будем испытывать в возрасте 70 лет, в подростковом возрасте, в нашем, в 20 лет, мы бы не стали есть продукты, вредные для нашего сердца. Но наше общество ориентировано не на это. И на самом деле наш разум работает совсем не так. Например, скажите подростку, что ему нужно беспокоиться о чем-то, что произойдет с ним, когда ему или ей исполнится 70 лет, и они немедленно уволят вас. Вот именно. Вот именно. Расскажи о своем подходе к калорийному питанию, и ты поймешь, как у тебя все это получается. Да, я принес тебе немного еды. О, ты молодец. Я так и сделал. А мы хотим это сделать. Да, расскажи об этом всем. Да, я принесу тебе немного еды и расскажу, как это произошло. Круто. Ладно, круто. Это просто безумие, не так ли? Да. Да. У нас есть клубника. Малина. Это малина. И еще. У нас есть грецкие орехи с макадамией. У нас есть орехи макадамии и грецкие орехи. Черные семечки и гороховый протеин. Не забудь все это немного размешать, иначе оно может застрять в горле. Гранатовый сок, подсолнечный лачин. Да, это очень вкусно. А это то, что ты бы съел в качестве первого блюда, или это больше похоже на десерт? Это вопрос номер два. Это вопрос номер два. Да, я ем овощи на завтрак. Это здорово. В связи с происхождением этого мы задаем вопрос. Если бы тело могло говорить, о чем бы оно просило. Именно это мы и сделали. Итак, эта диета содержит 2,25 калории, и каждой калории приходится бороться за свою жизнь. Все, что мы едим, имеет клиническую цель. Мы измеряем это. Если это помогает, то отлично. Если нет, то мы заменяем это. Мы стараемся оправдать присутствие каждой отдельной вещи. Ну что же, если ты думаешь, что эксперты по долголетию расходятся в умнениях, то в мире правильного питания, если это что-то и значит, так это то, что люди спорят друг с другом о том, что в наших интересах с точки зрения здоровья. Так что удачи тебе в попытках найти консенсус в этом вопросе. Но правда в том, что если ты действительно обратишься к науке, то обнаружишь больше согласия, чем могло бы показаться, если бы ты работал в такой экосистеме питания, как социальные сети. Как ты пришел к этим блюдам, этим рецептам и этим типам продуктов, которые будут полезны для здоровья? Продвигайтесь к своим целям. Все это основано на научных доказательствах золотого стандарта. Мы изучили все исследования продолжительности жизни и состояния здоровья, которые когда-либо проводились. Мы расставили приоритеты по каждому из них в соответствии с масштабом их воздействия. Мы проанализировали каждое из них, используя 15 биостатистических критериев. Таким образом мы попытались определить, каким доказательствам мы можем доверять больше всего, а затем приступили к их применению и одновременно измерили мое тело. Вот моя отправная точка. Вот после того, как вы знаете, что такое месяц приверженности, 3 месяца, 6 месяцев, мы просто повторяем этот цикл снова и снова. Итак, самое интересное в Blueprint это то, что теперь у меня есть результаты за 3 года. Ты знаешь, у меня есть сотни биомаркеров. Например, моя скорость старения медленнее, чем у 97% 46-летних, медленнее, чем у 80-летних. Я думаю, у 88% 18-летних. Мои показатели сердечно-сосудистой системы выше, чем у 1,5% 18-летних. У меня самая высокая минеральная плотность костной ткани в мире. Это 0,02% людей в возрасте до 30 лет. Так вот, есть еще несколько десятков таких показателей. Так что даже если критик захочет сказать, что я не верю в общую среднюю плотность костной ткани из-за пробелов в таблице, вам все равно придется вычеркнуть несколько из дюжины показателей. Совокупность или накопление всех этих маркеров, взятых вместе. Это самый надежный результат в истории. Никто никогда не проводил такого уровня измерений, такой строгости и такого уровня доказательств. Никогда. Так что давай просто скажем, что через несколько лет мы преодолеем это, и у нас будут гораздо более совершенные модели, которые были бы лучшим решением. Это все еще происходит в мире, где никто ни в чем не может прийти к согласию, и люди просто хотят получить простой ответ. Что мне приготовить на завтрак, или что я могу съесть на обед? Я уже дал им ответ. Это первый случай в истории человечества, когда кто-то может сказать, вот, пожалуйста. Так что ешь три раза в день. Последний прием пищи, ужин, в 11 утра. 11 утра — это последний прием пищи, который ты принимаешь за день? Да. Почему так рано? Ложись спать. Видишь ли, если я голоден ночью, мне трудно заснуть. Да. Это моя большая проблема, Брайан. Да, все в порядке. Это так круто. Так что я всегда стараюсь быть очень осторожным и говорю, хорошо, я делаю это, но так же, как и ты, и, возможно, так же, как и ты. Да, я хочу разобраться с тем, что здесь является универсальным. Да, именно так. Поэтому я всегда стараюсь быть таким. Послушай, что касается меня, то я попробовал это сделать. Это результат сотен различных испытаний. Но, как и ты, возможно, ты другой. Все вокруг меня, кто пробовал это, пришли к выводу, что чем раньше они едят, тем лучше спят. У меня нет ни одного примера того, чтобы кто-то ел допоздна и все равно не высыпался. Вау. Возможно, ты первый человек, который так поступает. Я в этом сомневаюсь. Это доставляет дискомфорт. Знаешь, это так же, как и все остальное. Знаешь, когда ты избавляешься от вредной привычки, это вызывает дискомфорт, и ты борешься с этим, сопротивляешься этому, а потом привыкаешь к этому. И тогда ты рад, что сделал это, и жизнь такова. Так лучше. Да, мой сын, так вот, мой 17-летний, мой 16-летний сын начал все это. Он потратил целый год на то, чтобы попробовать это, понимаешь, и когда тебе 16, твой метаболизм просто зашкаливает. Конечно. И поэтому он испытывает сильные голодные боли, и ему действительно тяжело, потому что вокруг было 6 или 7 человек. Он бы просто умер. И вот он работает над этим, и вот, о чудо, он обнаружил, что чем раньше он начинает это делать, тем лучше становится его сон. Вау. Так что ему просто пришлось смириться с этим. Но опять же, я полностью открыт для того, чтобы у других людей был другой распорядок дня. Просто все вокруг меня постепенно вернулись в прежнее состояние, и это действительно мой пульс в состоянии покоя. Хорошо, вот несколько вещей, например, если прямо перед сном у меня пульс в состоянии покоя составляет около 46 ударов в минуту. Мне почти гарантирован идеальный ночной сон. Например, очень крепкий обод, очень крепкий глубокий сон, очень мало света, никакого алкоголя, и у меня было от 30 до 60 минут, чтобы успокоиться. Ложись. Я не могу сразу перейти от напряженной работы на зарядке к тому, чтобы повалиться на подушку. Мне нужно немного побыть одному, чтобы успокоить свою нервную систему. Если я смогу наладить некоторые из этих вещей, как часы, то смогу отлично выспаться. Это потрясающе. Вау. А ты когда-нибудь просто лежал в постели и умирал от голода? Нет, я уже почти привык к этому. Да. Я думаю, что в первые дни мне действительно приходилось бороться с этим дискомфортом, и да, я привык к этому. 2,25 калорий в день. Это число было определено потому, что это достаточное количество калорий при ежедневном 10-ти процентном дефиците калорий. Таким образом, каждый день вы съедаете на 10% меньше, чем необходимо вашему организму. Так что же стоит за этим? Да, таким образом, существуют разумные доказательства необходимости ограничения потребления калорий. Это еще не решенная тема. Это наводит на мысль, что это может быть полезно для тебя и продлить твою жизнь и здоровье. Так что мы действительно принимаем это на вооружение. Изначально этот показатель составлял 20%. Я стал слишком худым. Я потерял слишком много веса, поэтому мы увеличили его. Вот некоторые из этих видео. Минуту назад ты выглядел довольно изможденным. Вот так. Да, теперь довольно забавно оглядываться назад. Я имею в виду, что за эти три года я был пятью разными людьми. Я оглядываюсь назад. С этим все в порядке. У меня длинные волосы, заплетенные в косу. Да, это похоже на интервью с вампиром. Именно так называется этот подкаст на YouTube. Да, даже я смотрю на себя и думаю, кто этот парень? Такое ощущение, что я сильно изменился по сравнению с тем, каким был раньше. Да, но что интересно, в 2250 году мы обнаружили, что скорость моего старения измеряется почти ежемесячно в течение последних двух лет. И скорость старения часов становится все лучше и лучше. Теперь у нас есть 16-ти органные часы, которые превзошли многие другие. Но мы увидели, что когда я изменил цветовую оркестровку с 20% на 10, это не повлияло на скорость моего старения. Так что мы не добились никаких преимуществ с помощью этого маркера. Это не значит, что у нас были преимущества, которых мы не получили для сердца и легких. Мы рассматриваем весь организм в целом. Но мы считаем, что 10-ти процентное ограничение цвета — это то, что мы получаем максимум пользы, не заходя слишком далеко. Ты уверен в точности этих биологических часов? Потому что я слышал много недовольных по этому поводу. Да. По поводу того, являются ли эти данные надежными индикаторами чего-либо. Скептицизм абсолютно обоснован. Фенотипические маркеры намного лучше. Они являются золотым стандартом. Эти часы по-прежнему являются серебряным стандартом. Это абсолютная правда. Мы доверяем им все больше и больше, потому что паттерны, которые мы там видим, совпадают с другими фенотипическими маркерами. Таким образом мы создаем наши внутренние модели. Но сам по себе я согласен, что скептицизм оправдан. С появлением часов нового поколения они становятся все лучше и лучше. Таким образом мы придаем смысл нашему протоколу, когда объединяем визуализацию, МРТ, ультразвук, фитнес-тесты, фенотипические маркеры, метилирование ДНК, микробиум. Мы собираем все это вместе и складываем кусочки головоломки вместе, тогда мы будем доверять этому. Но мы не должны слишком полагаться на один тест. Тогда самые надежные часы показывают, сколько тебе лет. Все готово. Да, мы не доверяем возрастным показателям. Мы больше других доверяем скорости старения. Другими словами, мы смотрим на определенную систему и говорим, что она работает так, как работает 20-летний человек. Да. Система будет работать именно так. Да. Привлекательный возраст основан на наборах данных от людей разного возраста. Возраста. Это верно. Да. Если вы посмотрите на мои показатели крови, то увидите, что мои показатели крови и показатели крови 18-летнего подростка были примерно одинаковыми. Как будто вы действительно не видите разницы между нами. Если вы отправите его на магнитно-резонансную томографию, а меня на магнитно-резонансную томографию, то его сердцу определенно 18 лет, а моему сердцу определенно не 18. Таким образом, некоторые вещи очень очевидны в различиях при сравнении, и именно поэтому измерение было проведено таким образом. Самая важная часть блупринт заключается в том, что когда у вас нет измерений, мнение любого человека имеет равный вес. Когда у тебя есть достоверная информация о результатах измерений, это значительно упрощает разговор и позволяет сказать «ну вот, вот данные». Но необходимо проводить повторные измерения в течение определенного периода времени. Для выполнения определенных контрольных действий необходимо соблюдать строгость. И вот что мы попытались сделать. Это структурировать это таким образом, чтобы мы могли преодолеть бесконечные дебаты и сказать «вот, вот отправная точка». Чтобы мы могли обсудить это. Да, да, да. Мне интересно, находишься ли ты в таком месте, где, как тебе кажется, ты можешь экстраполировать данные, которые ты накопил относительно себя, чтобы говорить более широко о том, как это может быть понято всеми, потому что у меня есть что-то вроде внутреннего диалога вокруг протокола, что, с одной стороны, означает, что я должен это сделать. Я могу это сделать. Ты только посмотри, что здесь происходит. Почему бы тебе этого не сделать? А с другой стороны, у меня в голове крутится еще одна история, которая заключается в том, что, возможно, ты уже не тот, кого можно исправить. Как будто я очень долго был жесток к своему телу. Я очень плохо относился к своему телу. Наркотики, ужасные привычки к образу жизни, как будто я сам это сделал. И даже будучи более здоровым человеком, как спортсмен, я действительно усердно тренировал свое тело и добился больших успехов, как спортсмен. Но эти тренировки и гонки не соответствовали продолжительности жизни, ну, зная что-то вроде приоритетов, верно? Да, да. Как будто я мог причинить себе такой вред, что его уже не исправить. В какой момент можно остановить процесс старения, замедлить его? Мы даже не говорим о том, чтобы обратить его вспять. Есть ли у тебя ощущение, что уже слишком поздно? Очевидно, что если кто-то в возрасте 90 лет принимает протокол Глупринт, то это маловероятно. Успешно предотвращая их гибель, конечно, но возможно даже старение, потому что этот корабль уже в плавании. Я участвую в гонке за то, чтобы мои родители остались живы, так что они оба подшучивают надо мной, когда каждый день к ним домой приходит новая посылка от меня, и это означает, что нужно что-то новое сделать или воплотить в жизнь. Ты же знаешь, что моя мама была бы такой же, как Брайан, просто я могу делать очень много вещей, так что тебе нужно сказать мне, что делать. Но я думаю, что мы должны бороться за свои жизни. Каждое из населения. И ты знаешь, моему отцу 70 лет. Он пошел на проект Глупринт, позвонил мне и сказал, Брайан, я хочу, чтобы ты знал кое-что действительно важное, когда у тебя начинается снижение когнитивных способностей. Ты этого не осознаешь. Я так и думал, что узнаю об этом. Типа, эй, я соскальзываю. А ты этого не знаешь. Он сказал, что с тех пор, как я начал работать над Глупринт, я вернулся и осознаю некоторую потерю. Я сделаю все, чтобы сохранить рассудок. Мне 46 лет, и я этого не понимаю. Я могу себе представить, каково это оказаться в ситуации, когда ты потенциально теряешь рассудок. Но мы провели плазмоферез. Ты знаешь, что мой сын дал мне 1 литр плазмы. Я дал своему отцу 1 литр плазмы. Да, многим людям было что сказать по этому поводу. Ты же знаешь, что это 6-ая страница. Ни один таблоид не отказался бы от возможности добавить красок в эту историю. Так что я сам сделал 5 вливаний по литру от 20-летнего донора, а не одно вливание от моего 17-летнего ребенка. Таким образом, я получил в общей сложности 6 вливаний. И нам еще предстоит определить пользу от этого. Возможно, с помощью более совершенных инструментов мы сможем это сделать. Сейчас мы просто не можем этого увидеть. Однако, когда мой отец взял 600 миллилитров своей плазмы и принял 1 литр моей, скорость его старения снизилась на 13 лет. Процентов. И что же? И так продолжалось до тех пор. Так продолжалось в течение 6 месяцев. Его последнее измерение было проведено всего 2 недели назад. Так что мы проводим более всесторонний анализ этого вопроса. Но это был один из самых значительных результатов вмешательства, которые когда-либо видела эта компания. Однажды я попробовал свою суперплазму. Всего одно переливание плазмы. Да. Это так похоже на правду. Сколько литр? Один литр. Один литр? Да. Один литр моей суперплазмы. Но в общем ладно, но есть один вопрос. Это из-за того, что он выпил 600 миллилитров своей жидкости? Или из-за того, что он выпил один литр моей? Мы не знаем. Мы еще не проводили эксперимент. Так что остается еще много вопросов. Результаты очень убедительны. Как будто он уже проводил несколько измерений до этого и несколько измерений после этого в течение 6 месяцев. Так что на данный момент мы доверяем данным. И вот что я хочу сказать. Ты прошел точку невозврата? Нет. Так, как никто другой. Неважно, где ты находишься. Если ты посмотришь на промежуток времени, и тебе понравится эта прямая линия, показывающая, как быстро развивается наш интеллект. Я не думаю, что есть какая-то причина, по которой кто-то должен терять надежду. Как и все мы. У меня такое чувство, что я вот-вот сдамся, или умру прямо на пороге всех этих прорывов, которые продлят продолжительность жизни на десятилетия. Да. Похоже, что последнее поколение занимается этим по старинке. Да, я только что написал книгу, а потом в биографии моего автора написал, что я умер в этом году. В 2478 году, на последнем автобусе, который курсировал по планете Земля несколько недель назад. Брайан, было бы так обидно, если бы с тобой произошел какой-нибудь несчастный случай, несмотря на все усилия, затраченные на это, и ты просто вышел на, я не знаю, Линкольн, или что-то в этом роде это, и попасть под машину. Если мы будем трезво подходить к этому вопросу, разве это не неизбежно? Если бы этого не произошло, была бы Вселенная истинной. Разве все не заканчивается иронией судьбы? Неужели и мне уготована какая-то глупая смерть? Скорее всего, так оно и есть. Скорее всего, так оно и есть. Скорее всего, так оно и есть. Верно. Это будет самая юмористическая версия. Наверное. Это доставит людям бесконечное удовольствие в интернете. Скорее всего, так оно и есть. Понимаешь? Это самый вероятный исход. Но если уже принять этого внимание, то я полагаю, это делает ситуацию менее ироничной. Я имею в виду, что так оно и есть. Если мы посмотрим на историю, то увидим, что жизнь — это ирония судьбы. Вернемся на минутку к еде. Так вот, в вашем рецепте есть одна особенность. Он полностью основан на растениях. Вы сделали это по собственному выбору, но по какой причине вы на 100% придерживаетесь растительной диеты? Я надеюсь, что сострадание — это масштабирующий закон интеллекта. Таким образом, эволюция создала нас, мы создаем сверхразум, и делая это, я надеюсь, что сострадание является фундаментальной составляющей этого интеллекта ради нас самих. Я надеюсь, что это сострадание ради нас самих. Я думаю, что если мы сможем понять, как достичь наших целей с большим состраданием, мы все выиграем гораздо больший приз. Да. Избавь себя от ненужных страданий, чтобы ты процветал и занимался тем, чем занимаешься, ну, знаешь, в своем спортзале, и показывал биомаркеры и маркеры крови, которые наглядно демонстрируют, как ваш организм реагирует на эти виды пищи. Я думаю, что это действительно мощное послание для человека, который верит в идею о том, что если ты хочешь быть сильным и жизнерадостным, то должен употреблять продукты животного происхождения. Да. Я имею в виду, что по сути я действительно верю в то, что нам нужно быть такими, какими мы хотим видеть искусственный интеллект. И мы создадим искусственный интеллект со всеми нашими предубеждениями. Если мы по сути живем в условиях ускоренного распространения болезней, разложения и смерти, мы собираемся внедрить это в искусственный интеллект, осознаем мы это или нет. Это возвращает нас к тому, о чем вы говорите, например, собираемся ли мы построить антиутопическое будущее. Нам действительно нужно стать такими, прежде чем мы это построим. И именно поэтому я хочу, чтобы эта революция «Не умирай» стала глобальной революцией, которая поглотит Землю примерно за шесть месяцев. Для нас, как для биологического вида, это не десятилетний срок, а просто момент, и мы чувствуем, что пришло время. Все будет происходить быстрее, чем кто-либо думает, что это вообще возможно. И я думаю, что есть вероятность, что это может произойти. В настоящее время мы думаем о революции, подобной этой, как о чем-то далеком, и вокруг так много препятствий. По мере того, как искусственный интеллект продвигается вперед, возникают действительно сложные проблемы. Кто мы такие? Что же нам делать? Как нам структурировать общество? Например, что значит продолжать существовать? Это заставит нас искать новые игры для игры. Новый статус, новая власть, не так ли? Все это новые вещи. И если мы сможем перенаправить это на что-то позитивное, например, на «Не умирай», мы все равно сможем играть в наши игры. И я надеюсь, что именно это и произойдет, так как у тебя есть эта структура обратной связи, и я надеюсь, что она вернется к людям. Самое главное, что я действительно не участвую в войне за мясо. Как будто я вообще ни за что не участвую в войне. По сути, я просто пытаюсь сказать, что нам нужно создать новую систему разведки, и давайте просто будем руководствоваться доказательствами и данными. И если мы сможем сделать это с состраданием, мы все выиграем в этом новом мире, который мы строим. Конечно, еще одна важная деталь — это все добавки, которые вы принимаете. 110 капсул в день. О некоторых из них мы все слышали. О некоторых из них мы еще не пробовали. Мне интересно, с чем ты поиграл, что нашел, что, как ты думал, сработает, но не сработало. И как ты составил этот невероятно сложный, длинный список вещей, которые ты принимаешь каждый божий день? Дай мне подумать. Я думаю, один из способов разобраться в этом, спросить, какой процент всех этих добавок, является пробелом в безопасности, потому что у вас дефицит калорий, и ваш профиль питания относительно ограничен, чтобы убедиться, что вы удовлетворяете все свои потребности, в отличие от добавок, которые являются безопасными, ориентирован на то, чтобы как бы улучшить этот аспект, связанный со здоровьем, в том, что вы делаете. Да, мы пытались составить идеальную диету. Еще раз повторю, если ты просто спросишь свое тело, скажи нам, что тебе нужно, чтобы стать лучше. Дай нам список своих рецептов. Это то, что мы пытались сделать с помощью диеты и пищевых добавок, и мы действительно придерживаемся подхода без рук, точно так же, как измеряем все в целом. Тело. Хорошо, а как у тебя дела с печенью? Например, где твои ферменты? Давай представим тебя. Как у тебя дела с жиром, железом, жесткостью? Мы смотрим на все эти параметры и спрашиваем. Хорошо, а что говорят данные о железе, жесткости и ферментах? Мы берем эти данные и говорим. Вот следующая таблица, которая показывает, что печень должна быть оптимальной. И мы делаем то же самое для сердца, легких и всего остального. Именно это и формирует список. И таким образом мы внедряем протокол. Проводим ли мы измерения снова и снова и снова? И мы думаем, ну что же, все в порядке. Ферменты печени в норме, сердечно-сосудистая система в норме. И так далее, и так далее, иногда требуется многогранный подход. Например, вы знаете, что чеснок, как вы знаете, помогает при воспалении и других подобных вещах. Так что сложно выделить что-то одно для отношения один на один. Это действительно многогранно, но у каждой вещи есть свое предназначение. У каждой вещи есть своя мера. И если она не оправдывает своего существования, то ее можно выбросить. Однако в процессе измерения и тестирования нужно быть очень осторожным с переменами, которые вы вводите, не так ли? Поскольку вы делаете так много разных вещей, вы получаете результат теста, как вы можете знать, с чем это связано. Это может быть новая пищевая добавка, которую вы принимаете. Это может быть связано с тем, что вы пробуете новые упражнения в тренажерном зале или надеваете шлем с красной подсветкой на некоторое время дольше. Вы знаете, вы делаете много разных вещей. Так как же вы это отслеживаете? Да, вы совершенно правы. Мы объединили несколько факторов, таких как скорость старения, и недавно мы увидели, что мы провели цикл приема дотиниба и кверцетина. Это комбинация, которая помогает избавиться от стареющих клеток. Итак, это 50 мг дотиниба, который используется для лечения лейкемии, а затем 500 мг кверцетина, и вы принимаете это 3 дня подряд в течение 3 месяцев. А инструменты для измерения стареющих клеток не очень хороши, не так ли? Так что у нас есть несколько примитивных способов сделать это, но мы не очень довольны ими. Но мы увидели одну вещь, которая значительно ускорила мое старение. Таким образом, в результате терапии, несмотря на то, что вы пытаетесь избавиться от стареющих клеток, скорость старения увеличивается. Произошло то же самое, когда мы пытались восстановить мой тимус, и я принимал гормон роста по 0,6 мг 5 дней в неделю. Мы действительно добились снижения возраста моего тимуса на 7 лет, если посмотреть на долю жира. Мы сделали 3 разных МРТ, и мы чувствуем себя хорошо. Мы не очень уверены в том, что у нас есть новая область, но все равно это интересно. Это также значительно ускорило мое старение. И поэтому я использую эти два примера, чтобы сказать, что мы пробуем много разных вещей. Но что круто так это то, что когда мы используем гормон роста или дататит и кверцетин, они работают. Они изолированы в терапевтических окнах, и мы можем видеть, что происходит с фенотипическими маркерами. Мы можем видеть, что происходит с измерительными маркерами. Мы можем видеть, что происходит со скоростью старения. Надежность измерений позволяет рассматривать их под разными углами, что делает их интересными. То же самое происходит и с плазмой. И вот почему я думаю, что данные, которыми мы располагаем обо мне, настолько интересны. Это более полное представление о любом человеке в истории. И даже при том, что они не идеальны, определенно есть некоторые ограничения, и определенно есть некоторые пересечения. И определенно есть некоторые соединения, которые сбивают с толку, как, например, конечно, правда. Это также лучше, чем что-либо в истории. Поскольку это продолжает развиваться, и вы добавляете и вычитаете, вы знаете из этого уравнения. Должны быть ситуации, когда есть это компромиссы, на которые вы должны пойти. Потому что, да, вы могли бы принимать эту добавку, и она имеет положительный эффект, но она также имеет небольшое отрицательное влияние на другие аспекты. Но если ты соединишь это с этим, то знаешь ли, все станет лучше или хуже. Подобные вещи не функционируют изолированно, верно? У них у всех есть что-то вроде того, что они все зависят друг от друга, и как они взаимодействуют друг с другом, и что может быть хорошего, потому что одна система оказывает пагубное воздействие на какую-то другую систему. Так что на самом деле все дело в том, как они все работают вместе, и каков конечный эффект от этого. И это должно быть очень сложное вычисление. Какой фантастический вопрос. Это потрясающе. Таким образом, существует довольно большая часть общества, которая наблюдает за этим процессом, и они будут думать так. Позволь мне просто делать то, что делает он. Ну что же они скажут, ты такой белый, ты должно быть нездоров. Это звучит так, ты такой бледный, ты должно быть нездоров. Или они скажут, у тебя недостаточно большой объем жира на лице, ты должно быть нездоров. Так что в целом складывается впечатление, что они используют свои глаза и пытаются это сделать. Это как бы один слой. Другой слой заключается в том, что ты начинаешь просматривать все данные и попадаешь туда. Я думаю, что самое интересное в том, что старение — это игра в ударь крота. Так что мы принимаем дистатениб и кверцетин, чтобы избавиться от моих клеток зомби, и это ускоряет процесс старения. Это ускоряет его, верно? Ситуация плохая. Мы делаем гормон роста, чтобы попытаться восстановить мой тимус. Это помогает, но ускоряет мое старение. Так что именно то, что ты сказал, это удар по родинке. Так что самое крутое в том, чего мы достигли, это то, что даже в этой игре удар по родинке, где ты делаешь что-то положительное, а затем происходит что-то отрицательное, мы смогли достичь элитного уровня мастерства. Мышцы, жир, сердечно-сосудистая система, скорость старения и так далее и тому подобное. Похоже, мы оптимизировали около 20 вещей, которые конкурируют друг с другом. Потому что это не значит, что ты просто делаешь что-то одно, и все тело чувствует себя великолепно. Это пространство для компромиссов, и это очень сложно. И именно поэтому я думаю, что почти никто не дает нам оснований для оптимизации всех этих переменных одновременно. На самом деле разговор идет о том, что он выглядит бледным, поэтому ситуация должна быть плохая. И поэтому это просто не переводится. Пока нет. Я думаю, было бы здорово, если бы те, кто не может этого наблюдать, высказались, потому что люди пытаются понять это. Они понятия не имеют, законно это или нет, и стоит ли нам об этом говорить. Но я думаю, что это самая впечатляющая вещь, которую ты когда-либо делал. Обращались ли к тебе кто-нибудь из этих врачей-долгожителей за советом или за критикой? Да. На что это было похоже? Да. Недавно в журнале Тайм была опубликована статья, в которой было взято интервью у нескольких экспертов по долголетию, и все они набросились на меня. И каков же был их аргумент? Да, я был так близок к Барджелли, что он сделал это замечание. Я был на конференции, и он сказал, что появился Брайан. Он выглядел не очень здоровым. Мы все немного беспокоились о нем. А потом другой Эрик Вердон сказал что-то вроде того, что мы можем бороться со старением. Я забыл точную цитату, но мне нравится, как он немного критикует это начинание, а затем другой джентльмен, который руководит школой геронтологии при Университете Южной Калифорнии. Я забыл его имя прямо сейчас. Ты должен воспринимать это в контексте, потому что репортер хочет спровоцировать конфликт. Таким образом, она пытается разжечь конфликт. Так что не совсем справедливо говорить, что они говорили только эти вещи. Наверное, справедливо будет сказать, что она восприняла то, что они говорили, и это создало самый резкий контраст и самый большой конфликт. Так что не совсем честно говорить такие вещи, но все же они сказали достаточно, чтобы обрушиться на меня, что интересно и вполне ожидаемо в области, которая... Это похоже на то, что вы ожидаете услышать множество различных мнений, и их работа заключается в том, чтобы быть скептичными. Это их работа, задавать вопросы, которых нет у других, так что все в порядке. Это для того, чтобы подчеркнуть, что мы определенно не вступаем в мир антиазиатских настроений, и люди здесь просто потрясающие. Это наталкивается на довольно сильное сопротивление, потому что это их область знаний, и это плодотворно. Я думаю, что это очень здоровое и зрелое отношение к критике. Я думаю, разница в том, что ты не только используешь себя в качестве подопытного кролика, но и подходишь к этому целостно. Исследуя каждый аспект того, что значит жить в этом мире, и что должно быть сделано. Сделано это для того, чтобы как бы застраховать себя от продления жизни, а не рассматривать предметные стекла под микроскопом в лаборатории, изучая сиртуины и определенные физиологические пути, и все это замечательно. Но я думаю, что в научном сообществе есть ощущение, что решение будет найдено в решении очень специфического биохимического пути. В отличие от переориентации не только каждой привычки образа жизни, но и всего вашего мышления на то, как вы взаимодействуете с миром, думайте о себе и о будущем, о планете и человечестве, что, знаете ли, отчасти похоже на то, чем вы занимаетесь, не так ли? Я думаю, что это совсем другой путь в ту же самую область. Ты совершенно прав. На самом деле мы работаем над разными проблемами. Проект выглядит так, как будто мы пытаемся решить проблему старения. Это неправда. Я пытаюсь решить проблему «Не умирайте, как вид». Я пытаюсь решить проблему на самом высоком возможном уровне. Например, если мы просто проанализируем, где мы находимся, мы окажемся в опасной ситуации с нашей биосферой, верно? Например, насколько серьезна наша климатическая ситуация прямо сейчас. Мы не знаем. У нас нет ни малейшего представления. Мы не знаем, какими будут совокупные последствия. Мы не знаем, насколько катастрофическими они могут стать и как быстро. Мы видели, что ковид уничтожил нас как биологический вид. И мы сталкиваемся с такой катастрофической климатической ситуацией, что я не знаю, это похоже на безумие. Вот так у нас все и происходит. У нас есть оружие, с помощью которого мы можем уничтожить друг друга. Наши пальцы на спусковом крючке. Это немного пугает. И мы создаем искусственный интеллект, который совершенно не представляет, что это может быть за штука. Перед нами стоят действительно серьезные задачи. И я пытаюсь сказать, что если мы оценим ситуацию так, что спустя 13,8 миллиардов лет мы обрели сознание, и мы здесь. И у нас есть шанс создать это замечательное существование, давайте попробуем собрать наши вещи воедино. Немного отрезвитесь в этот момент и действительно создайте что-нибудь впечатляющее. Так вот, это и есть та игра, в которую я пытаюсь играть, и все это основано на одной философской идее «Не умирай». Если я смогу продемонстрировать с помощью Блупринт, что возможно есть шанс радикально увеличить продолжительность нашей жизни, этого может оказаться достаточно, чтобы изменить дух времени, переломить его и слушать, знаешь что? Мы в деле. Мы собираемся сыграть в игру «Не умирай», потому что если смерть перестанет быть неизбежной, все в нашей реальности изменится. Изменится все в том, как мы думаем. Изменится все в нашем существовании. И это может произойти очень быстро. Как ты можешь превратить это число в более широкое движение? Я полагаю, именно поэтому ты занимаешься подкастами и так далее, потому что, знаешь ли, ехать всю дорогу сюда и возвращаться обратно, это не идеальный способ жить своей жизнью. Образ жизни по протоколу Блупринт. Да, кое-что есть. За последние несколько месяцев мы взяли проект Блупринт и воплотили его в продукт. Так вот, когда я впервые взялся за это дело, моей целью было по-настоящему исследовать научные границы. Я занимался этим в течение двух лет. Никому не было до этого дела. А потом появилась статья в Глумбок, она как бы взорвалась, и они просто зажили своей собственной жизнью. И самый распространенный ответ, который я слышу, это сделать это проще простого. Прямо сейчас это кажется таким недоступным, невыполнимым, слишком экстремальным. Я не могу этого сделать, так что мне кажется, что это вообще никому не под силу. Некоторые люди делают это, но знаешь, это сложно. Поэтому люди советуют сделать это проще. Итак, мы потратили последние 8 месяцев на разработку этого продукта и собираемся запустить его через 60 дней. Таким образом, мы будем конкурировать за калорию за калорию, доллар за доллар, за самую питательную программу питания, когда-либо созданную в истории. Итак, готовые блюда, доставка еды, что это такое? Там будет оливковое масло первого отжима. Это могут быть таблетки, порошки, напитки, продукты питания. Так что, по сути, все в одном флаконе. Да. Мы отправим это тебе, и ты просто. Именно так. Возьми это и съешь все это. Именно так. Мы скажем, что собираемся упаковать твой ланч. Не торгуйся с другими детьми. Правильно. Так что, знаешь, мы пытаемся показать, что ты у нас в руках. Итак, в нашем стартовом наборе содержится от 1000 до 1200 калорий в день, о которых мы заботимся. Человеку приходится потреблять около 1000 калорий в день. У нас есть несколько продуктов быстрого действия, которые помогут решить проблему на целый день. И мы хотим сказать, что у нас есть ты, и мы собираемся предложить тебе самое питательное, что ты только можешь себе представить. И мы собираемся сделать это по цене, которая будет дешевле, чем то, что ты делаешь прямо сейчас. Мы действительно можем сэкономить тебе деньги. И поэтому я думаю, что мне это нравится, потому что, если вы посмотрите на технологический прогресс за последние несколько десятилетий, все внимание было сосредоточено на компьютеры, интернет и чудеса всего этого. Тем временем мы были сторонниками этого прогресса. Тем временем мы продолжали стареть и умирать, как это было всегда. На самом деле мы становимся все хуже, как будто ситуация с нашим психическим здоровьем не очень хорошая. Где же эти проекты по улучшению человеческого потенциала в масштабах общества? И я думаю, что это один из них. Это похоже на то, что мы собираемся кардинально изменить то, как мы относимся к питанию. Я считаю, что правильный подход к питанию — это отличный первый шаг. Но мы хотим восстать против этой культуры саморазрушения, которая выражается в фастфуде, нездоровой пище и всем этом саморазрушительном поведении. Так что мы в восторге от этого. Мы думаем, что это действительно похоже на революцию в тех повседневных вещах, которые мы делаем, в том, что мы вкладываем в наше тело и что мы делаем сами. Нет ничего более интимного, чем то, что ты вкладываешь в свое тело. Ты прав. Это хороший способ масштабирования. Потому что я думаю, что он действительно подходит среднестатистическому человеку, который, возможно, посмотрел одно-два ваших видео на YouTube и был потрясен. Это все равно, что сказать, послушай, я просто, ну знаешь, скажи мне, что мы есть. И это, однако, приводит к проблеме того, что является n из одного, а что ответственно экстраполируется из этого протокола. И всего этого не так уж много, верно? И поэтому, возможно, именно в трехразовом питании, знаете ли, есть некоторая универсальность. Но тогда это становится рискованным с точки зрения добавок и всего остального, чем вы занимаетесь. Но я хотел бы сказать одну вещь, которую мне следовало сказать с самого начала. Это то, что в продолжении этой дискуссии о прозрачности, как и на веб-сайте Блумпринт, все это есть, и вы организовали это таким образом, чтобы было очень легко понять, что вы делаете. Так и поступаем. Просто перечисли все это. Вот все, что я делаю каждый божий день. Вот рецепты. Вот таблица калорийности. Здесь представлены все пищевые добавки, и на них есть гиперссылки на Amazon, так что вы можете просто купить их. А вот моя программа тренировок, а вот видео, где я рассказываю о них в целом. Вот моя программа тренировок на ночь. Вот моя программа ухода за зубами. Например, процедура омоложения волос, процедура ухода за кожей, как будто все это здесь есть. Так что нам не обязательно обсуждать все это в сегодняшнем разговоре. На самом деле это был бы довольно скучный подкаст. Он просто более философский, который дает вам контекст для ответа на вопрос «почему?», что я думаю действительно важно, потому что что на самом деле ничего не значит. Если вы действительно не пойми почему... Да. Но это всего лишь многословный способ сказать, что я просто, понимаешь, ценю прозрачность этого процесса и тот факт, что все это там указано. И как я уже говорил тебе в начале подкаста, Элису Тайлеру 28 лет. Несколько проблем со здоровьем, которые бросили ему вызов. И он нашел много утешения и руководства в том, чем ты поделился. И это интересно, потому что я в некотором роде являюсь важной персоной в мире здравоохранения, не так ли? Как будто ты этого не слышишь. Знаешь, иногда бывает так, что ты не слышишь этого от своих родителей. Понимаешь, что я имею в виду? И не зря, ты все равно переходишь на следующий уровень. Так что по большому счету, ты для него лучший образец для подражания, чем я. Но то, чем ты поделился, действительно оказало на него положительное влияние. И мы начали готовить блюда по рецепту, и знаешь, мы сделали очень много изменений в нашем доме, за которое ты несешь ответственность. Так что я просто хотел как бы публично признать это. И знаешь, я думаю, что то, что ты делаешь, действительно круто. Я был таким же стойким, каким был изначально, когда наблюдал за тем, что с тобой происходит. Я подумал, кто этот парень? Он немного странный. Я этого не понимаю. Как будто вся моя жизнь изменилась. Я такой, слава богу, что он это делает. Как будто ты вроде современного исследователя, как астронавт, понимаешь, летаешь туда, куда больше никто не летает, а потом отчитываешься, как будто это сработало, но это не сработало. О, знаешь, это так волнующе, и мы все можем присоединиться и следить за происходящим в режиме реального времени. И я думаю, что это достойная похвалы и инвестиция твоего времени и ресурсов на благо человечества. Большое тебе спасибо. Я не могу выразить словами, как сильно я ценю твою доброту. Да, это действительно круто. И я думаю, ты знаешь, что я еще не совсем закончил. Это прозвучало так, будто я заканчиваю подкаст. Я хочу спросить тебя еще о паре вещей. Я думал, было бы неосторожно отпустить тебя, прежде чем спросить, что там на горизонте, или какой тест тебя волнует, который либо еще не существует, либо вы собираетесь что-то сделать. Или знаете, к какому будущему, ближайшему горизонту вы приближаетесь. И что, по вашему мнению, может повлиять на то, как вы взаимодействуете со всем этим? Да, я действительно отошел от основ протокола Глуплинт, потому что я думаю, что мы проделали довольно хорошую работу по освоению диеты, сна, физических упражнений. И я действительно хочу заняться культурой. Например, в прошлую субботу я опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что я участвую в пробежке по тропе. Пробежка по тропе? Я участвую в пробежке по тропе. Я это видел. Присоединяйся ко мне. Ко мне присоединились 11 человек. И мы фантастически провели время. Мы стали друзьями. У нас была отличная беседа. Это было действительно чудесно. Мы все не знакомы друг с другом, но это был такой замечательный опыт. И сделав это, я снова опубликовал пост в среду, и вместо того, чтобы ограничивать его. Потому что я ограничил его довольно маленькой группой, у нас около 150 человек, кто откликнулся, и вот завтра утром мы вместе пробежимся по этой маленькой тропе. И я всю неделю думал о том, что же это за ритуал, который мы совершаем вместе. Я как будто играю с этой идеей, как будто ты знаешь, какие скоординированные движения мы делаем вместе, чтобы почувствовать связь. Как мы себя чувствуем, когда действуем синхронно? Как мы себя чувствуем, когда становимся одним племенем? Как мы себя чувствуем, когда нам это действительно нравится? Мне кажется, что эта история с «Не умирай» такая реальная, и мы чувствуем энергию друг друга. Но я действительно стараюсь быть здоровым, а это очень тяжело. Давление, побуждающее к саморазрушительному поведению, очень сильно, и ты рискуешь потерять друзей. Ты рискуешь стать объектом насмешек. Ты рискуешь почувствовать, что тебе действительно больно не делать этих вещей, чтобы не подчиняться им. Это связано с социальными издержками. Они огромны. Ты живешь в противоречии с культурными нормами. Вот именно. И кажется, что ничто так не ранит, как то, что ты не принадлежишь к племени. Ничто так не ранит, как то, что твои друзья отвергают тебя. Как будто это ужасно. И вот я думаю, не начать ли мне проводить какие-нибудь культурные мероприятия, такие как вечеринки, пробежки и тому подобное, и собирать людей, чтобы сказать, знаешь что, ты не одинок. Мы можем сделать это вместе. Мы можем черпать силу друг у друга. Я написал книгу «Не умирай», в которой рассказывается об этом философском разговоре. Так что это почти как если бы мы вместе поужинали. Я разделил себя на несколько персонажей, и это диалог между персонажами обо всех этих идеях. Один персонаж приводит довод о том, что свобода воли ни в коем случае не является абсолютно правильным способом действий. Я никогда не буду полагаться на силу своего разума. Это ужасная идея. А следующий персонаж говорит, просто держись крепче и просто послушай эту идею хотя бы минуту и вдохни ее полной грудью. И она просто раскачивается взад-вперед, пытаясь уловить различные точки зрения на то, как люди относятся к этим идеям. Большинство людей предполагают, что крупномасштабные социальные изменения произойдут в течение более длительного периода времени. Я думаю, что действительно возможно, что это произойдет быстрее, чем кто-либо из нас мог себе представить. И поэтому я хочу начать закладывать фундамент, чтобы сказать, что мы можем это сделать, потому что как биологический вид мы в некотором роде подавлены. Действительно ли мы доверяем нашим институтам? Как будто мы находимся в состоянии войны друг с другом. Социальные сети — это что-то ужасное. Как будто люди действительно отвратительно относятся друг к другу. Мы говорим много гадостей. Действительно трудно быть здоровым. Я чувствую себя неважно. Просто сейчас в обществе очень тяжело. И точно так же, как мы представляем себе искренние амбиции в отношении нашей технологии, можем ли мы начать стремиться к тому же и в отношении самих себя? Можем ли мы начать оптимистично относиться к будущему человека, а не к тому, чтобы уступить ей и к тому, как это отразится на всеобщем базовом доходе, но мы все бесполезны? Например, как нам создать для себя какое-то грандиозное видение и мотивировать себя на построение впечатляющего будущего? Мы не знаем, что нас ждет впереди, но зачем поджимать хвост и просто уныло смотреть в будущее? И этого действительно не хватает, например, где же радость быть человеком? Где же наше удовольствие делать это? Мы любим нашу технологию, мы преклоняемся перед ней. Нам остается только умереть за нашу технологию. Но как это отразится на людях? Именно на этом я хочу сосредоточиться. Потому что твоя диета позволяет тебе так далеко зайти, и спать с тобой так далеко, но нам нужна игра, в которую можно поиграть. Нам нужно иметь желание существовать, как абсолютное жгучее желание существовать. Мне определенно кажется, что именно этого сейчас не хватает. И я думаю, что это говорит просто об общем недомогании, вызванном растущим чувством бессилия в нашей жизни. И, возможно, это говорит о социальных ограничениях, о которых мы не подозреваем, которые просто толкают нас, знаете ли, по траекториям, которые кажутся нам изначально не по нашему выбору, но в которую нас как бы заманили. И вместе с этим вы знаете ползучий рост проблем с психическим здоровьем и тому подобное, как вы упоминали ранее, когда вы сравниваете человечество с технологиями. И мы видим все эти достижения в том, что мы можем сделать с помощью технологий. И тогда вы смотрите на людей, и это приводит к множеству психических расстройств. Увеличению количества несчастий. И знаете, люди умирают от всех этих хронических заболеваний, связанных с образом жизни, а мы просто лечим симптомы. По сути, мы занимаемся лечением людей, но на самом деле мы не добираемся до первопричины, вызывающей эти заболевания, не говоря уже о том, чтобы исследовать противоположность этому, оптимизацию здоровья. По большей части это происходит потому, что у нас нет системы, стимулирующей это. Так что это требует не только нестандартного мышления, но и реального изменения парадигмы и создания новой парадигмы. И это одинокий путь, по которому ты идешь. Так что неудивительно, что ты такой. Пожалуйста, пойдем со мной по тропе, потому что я не хочу быть единственным. Человек, делающий это. Если есть кто-то еще, кто делает это, он, вероятно, чувствует себя совершенно одиноким, потому что у тебя есть большая поддержка и ресурсы, которых нет у большинства людей. Основа, которая мне нравится в понимании этого, это концепция, называемая нулизмом, и поэтому мышление по первому принципу — это нечто очень важное. Люди знают об этом. Ты пытаешься принять наименьшее количество решений за определенный промежуток времени. Шерлок Холмс мыслит по принципу первого принципа. Дирк Джентли — детектив Дугласа Адамса. Он мыслит по принципу ноль принципа, когда прибывает на место преступления и по сути пытается найти то, что невозможно. Таким образом, он пытается найти неизвестное. Итак, если вы посмотрите на всю историю, то увидите самые большие открытия, которые у нас были. Многие из самых значительных были сделаны нолье принципиальные открытия. Например, Земля не является центром Вселенной, или специальная теория относительности, или микробы являются причиной инфекции, или точка схода, позволяющая создавать двухмерное искусство и трехмерное восприятие. Это открытие в области неизведанного. Так что первый принцип мышления — это знание того, что известно. Да. А нулизм — это выяснение того, как узнать неизвестное. Первый принцип заключается в том, что перед тобой лежат кусочки головоломки, и ты пытаешься выяснить, есть ли способ собрать эту головоломку вместе каким-нибудь интересным способом. И ты пытаешься избежать каких-либо предположений на основе этого. Ты пытаешься поставить под сомнение нулевой уровень, но есть ли здесь еще одно измерение, которого я не вижу? В чем заключается применение нулевого уровня к понятию продолжительности жизни? Мышление, основанное на первом принципе, помогает нам думать о будущем только потому, что мы сталкиваемся со стеной тумана и сверхразумом. Мы ничего не видим. Мы не можем заглянуть за ее пределы. Мы не можем предсказать, как это произойдет. Например, когда искусственный интеллект сыграл в игру AlphaGo и победил чемпиона мира по аренде, он сделал ходы, которые ошеломили человеческий гений. Так что человеческий гений играет в эту игру уже тысячи лет. Ты даешь эту игру искусственному интеллекту, и в считанные дни она оглушает человеческого гения и просто ломает ему мозг. В тот момент, когда ты применяешь этот сверхинтеллект, вычислительный интеллект, даже в его нынешнем виде, даже без функциональных форм, это лишает человеческий мозг представления о том, что на самом деле является гениальным, что такое возможно. Таким образом, наше будущее, по сути, будет представлять собой непрерывный поток разрушений нашей реальности. Наши реальности были разрушены в прошлом, как будто Земля не является центром Вселенной. Там есть маленькие микробы, вызывающие инфекцию. Эйнштейн говорит, что на самом деле только ньютоновская физика, знаете ли, говорит об этих измерениях. Есть еще одно измерение. Вау. Но эти прорывы разделены десятилетиями. Столетиями. И столетиями же, верно? В то время как стремительность того, что должно произойти, ошеломляет. Просто ошеломляет. Поэтому я называю это поколение нулевым, и это по сути означает, что мы находимся прямо сейчас в моменте или в последний момент, когда вроде бы все было так, как было. Но о ним мы вот-вот радикально изменимся. И в этом новом будущем мы не можем предсказать, что произойдет. У нас больше нет такой возможности. И поэтому мы живем в нулевом мире. Итак, Джен Зиру — это группа многоэтнических, многонациональных людей, которые восстают и говорят, что мы готовы смело шагнуть в будущее. И мы готовы развестись или открыты для развода с другими людьми. Мы придерживаемся всех человеческих норм, всех человеческих обычаев, всего человеческого мышления, и мы готовы сказать, что мы широко открыты. Обо всем на свете. Это абсолютно чистый лист. Сейчас об этом невероятно трудно думать. Потому что у нас есть вещи, которые нас волнуют, у нас есть наши предпочтения, у нас есть наши убеждения, у нас есть наши желания. И по сути сказать, что мы открыты для того, чтобы стать чистым листом существования, это самая сложная вещь, которую можно когда-либо сделать. Я думаю, именно поэтому на некоторых курсах я испытываю столько неудач. Я думаю, что люди как бы видят это в том, что я предлагаю нечто настолько фундаментально оскорбительное на каждом уровне того, что значит быть человеком сегодня. Возьми каждую вещь, которую мы считаем священной, и я бросаю вызов этому прямо сейчас и говорю, что реальность может быть прямо противоположной. Например, идея о том, что человек может преодолеть все предубеждения и все представления, которые у него есть о мире и о себе, опять же, на каком-то уровне. Это восходит буддийская идея единства и отсутствия ума, верно? Есть такой вопрос, а психоделики тоже являются частью этого? Потому что это звучит так, будто для того, чтобы жить в пространстве, создающем дистанцию между тобой и твоими предположениями и предубеждениями. Требуется какой-то процесс разрушения, даже приблизительный. Да, да. Так что я думаю, что буддизм это действительно интересный пример. Если вы посмотрите на идеологии, которые возникали на протяжении всей истории, вы сможете увидеть время и место появления человека. Давайте просто возьмем буддизм. А если посмотреть с другой стороны, какой была технология в то время и в том месте, можно было почти предсказать, какие идеологические идеи возникнут в результате. Так вот, во времена Будды у людей на самом деле не было никаких технологических возможностей. Единственное, что ты мог сделать, это закрыть глаза и медитировать. У тебя не было никаких других способностей. А потом мы посмотрим на расцвет ислама и христианства, и ты поймешь, что это действительно захватывающее повествование. Как будто вот оно, всемогущее существо, и у нас есть эти правила. Если мы будем следовать этим правилам, то получим этот приз. И это повествование будет преобладать в течение нескольких тысяч лет. Но в то время это действительно была технология. Если ты прямо сейчас спросишь, что такое технологические возможности и что это значит для идеологии, ты почти сможешь составить карту идеологии. И эта идеология – нулизм. Это так предсказуемо, потому что ни одна существующая в мире идеология не может сказать ничего значимого об этом моменте времени. Где же основные религии, предлагающие нам практические советы о том, как решить наши самые большие проблемы в данный момент? Даже при капитализме, например, эй, капитализм, что нам делать с нашими самыми большими проблемами? Как ты решаешь эту проблему? Даже в этом случае все слишком поверхностно. Так где же нам искать вдохновение и структуру, чтобы это сделать? И это именно то, что я пытался наполнить нулизмом. Это похоже на построение философской структуры. Мы можем сказать хорошо, как будто мы можем понять, где мы находимся. Вот практические шаги, которым мы можем следовать. Мы все можем сотрудничать вокруг этих ключевых идей. Но я пытаюсь создать устойчивый фундамент того, как мы думаем и действуем в этой крайне неопределенной ситуации, в которой мы находимся. И построить что-то настолько, насколько мы можем предсказать и контролировать в будущем о мире, где все построено вокруг этого, не умирают и процветают. В какой степени ты на самом деле участвуешь в создании всего этого? Как мы уже говорили об искусственном интеллекте, ты предприниматель, и у тебя есть множество компаний, которые ты основал или в которые вложил значительные средства. Например, ты напрямую инвестируешь в этот аспект будущего кастинга, о котором мы говорили. Так вот, я заработал пару сотен миллионов на Brain Tree Venmo. Я вложил в это все свои силы. Я вложил в это все свои деньги, и было бы очень просто взять эти деньги и заработать гораздо больше. Знаешь, как будто я мог бы просто заняться обычным бизнесом, понимаешь, как будто так легко зарабатывать деньги с помощью денег. И я действительно не думал, что это был правильный шаг. Цель состояла в том, чтобы изменить траекторию развития интеллекта в этой части галактики и сделать что-то важное через несколько сотен лет. Что многое говорит о том, насколько сильно мы собираемся измениться, чтобы нас ценили в будущем. 25-й лет, как будто ты должен сделать что-то впечатляющее. И таким образом, все это на самом деле направлено на достижение одной единственной цели — попытаться сделать одну, две или три вещи в этом столетии, которые будут двигать стрелку в пользу вида. Я был просто одержим этой проблемой. Она просто полностью поглотила меня. Я думаю об этом без остановки. У меня такое чувство, что тебе следует придумать план, что-то вроде буквального плана дома, где дом спроектирован таким образом, чтобы он соответствовал всему, о чем ты говоришь. Да, система, которую я пытаюсь создать, заключается в том, чтобы поставить себя на место другого человека. Я просто хочу, чтобы принесли еду, и мне нужны инструкции о том, что делать. И я хочу, чтобы эта проблема была решена. А потом, если я смогу начать принимать небольшие решения по расстановке приоритетов в своем сне, и начну выкладываться на 100% по ночам, я почувствую себя потрясающе в жизни. Например, если я смогу сделать эти две вещи правильно, а затем мы сможем добавить немного упражнений, что здорово, и знаете что-то еще. Но просто заставьте людей настроиться так, чтобы мы сказали, что хотим этого. Как будто мы готовы к этому, мы готовы к этому, поехали. Вот в чем дело, когда у меня была депрессия. Знаешь, я действительно хотел покончить с собой, как будто отчаянно хотел покончить с собой. Я бы сделал это, если бы не мои дети. И поэтому глубоко внутри меня живет мысль, что мы хотим существовать, несмотря ни на что. Безусловно, мы хотим существовать. Когда я пытаюсь говорить об этом, я удивляюсь, как сильно меня отталкивают люди, которые относятся ко мне хорошо. Они рассказывают мне о стольких вещах, например, о том, почему они не хотят существовать. Как будто мне было бы скучно, или как будто я не хочу быть пустым местом. В жизни так много препятствий. И в этот момент я снова задаюсь вопросом, если бы мы были похожи на Homo erectus, если бы мы действительно понимали, что значит существовать через 20 лет, стали бы мы это все равно, что потерять рассудок от мысли, что пожалуйста, существуй, что бы ты ни делал, пожалуйста, оставайся в живых. Есть ли у нас в данный момент хоть капля мудрости, чтобы говорить за себя? И я не думаю, что у меня она есть. И вот почему я чувствую, что действительно служу своему будущему я, я понятия не имею, о чем говорю. Я просто знаю, что мне не нужно умирать, потому что это будущее самое замечательное событие в истории. Тебе должно быть тяжело встречаться с людьми. Да. Да. А кто-нибудь обязательно должен быть включен в протокол Глупринт? Было бы слишком сложно, если бы это было не так. Да, я одинок. Я действительно хочу стать партнером. И, наверное, мне приходится быть невероятно жестким. Я не знаю. Я просто не могу себе представить, чтобы кто-то терпел меня. Я просто чувствую, что я невыносим во всех отношениях. О, мне грустно слышать это от тебя. В этом есть доля правды, не так ли? Ты же воспринимаешь меня так, будто у большинства людей есть ожидания относительно того, что является разумным в отношениях, и я думаю, что просто нарушаю почти все. И поэтому я не уверен, что мне еще предстоит найти ситуацию, в которой кто-то был бы по-настоящему счастлив со мной. Да, так что это довольно сложная ситуация. Да. Да. Существует длинный список вещей, с которыми кто-то должен быть в курсе. Да. Я не ем после 11 и ложусь спать в 8.30, и ты ни за что не будешь делить с кем-то постель. Это слишком большая угроза для достижения сотомпроцентного результата. Да. Знаешь, как будто их очень много. Их очень много. Это действительно очень много. Очень много всего происходит. И вот когда ты думаешь об этом в таких терминах и говоришь, «Эй, смотри, смотри, как я счастлив, и вот что я делаю», ты никогда не говоришь, что тебе тоже стоит это сделать. Как будто ты делаешь то, что, как мы говорим в анонимных алкоголиках, является скорее привлечением внимания, чем продвижением по службе. Как будто ты пытаешься создать привлекательную модель того, как это могло бы выглядеть. Но спрос на это огромен. И я думаю, что социальный аспект этого имеет гораздо большее значение, чем практические последствия пищи, которую ты ешь, добавок, которые ты принимаешь, и того, во сколько тебе нужно идти ложись спать. И это действительно то, что играет важную роль в процессе массового усыновления. Да. Может быть, именно поэтому нам нужно расширить масштабы этого проекта, потому что тебе нужно найти кого-то, с кем можно встречаться, не так ли? Мы должны увеличить численность населения для тебя. Да. По эгоистичным причинам. Я удивляюсь, что на самом деле я почти не трачу времени на свидание. Интересно, а если бы я действительно тратил время, что бы из этого вышло? Но да, я действительно хочу быть в отношении. Мы с моей 18-летней девушкой как лучшие друзья. Это самые лучшие отношения на свете. А он ходит на свидание? Он так и делает. Он так и делает. Он может быть твоим единственным. Так будет лучше всего. Это отношения. Таким ты и становишься. 18 лет. Да. Он показывает тебе, как быть 18-летним, не так ли? Так что, когда тебе снова исполнится 18, ты сможешь делать то же, что и он. Честно говоря, в этом так много интересного. Мне нравится проводить время с ним и его друзьями, и нам так весело вместе. Мы просто играем как дети. Это нескончаемое веселье. Как бы я не любил всех своих детей, очевидно, что у нас есть сложности с нашим прошлым, связанные с религией, когда двое из моих детей говорят, да, папа, мы действительно любим друг друга, я тоже немного закомплексован, так что мы открыто признаем это и ведем беседу, но мой сын и я просто валяем дурака. Мы просто лучшие друзья, как будто мы все делаем вместе. Это так плавно, как будто мы все время как одно целое, и это лучшие отношения, которые у меня были за всю мою жизнь. Всю жизнь, и это самое прекрасное, что есть на свете. Так что думаю, я знаю, каково это быть в этих удивительно прекрасных отношениях, и я действительно хочу этого. Быть человеком очень сложно. Очень сложно быть в отношениях. Да, я имею в виду, я рад слышать, что у вас с ним такие отношения, но мне жаль слышать о трудностях, с которыми сталкиваются другие твои дети. Это должно быть нелегко. И как ты знаешь, все изменится. Дети меняются так быстро, что похоже, все в порядке. Да, время покажет. Видя тебя, просматривая видео, где ты общаешься с Талмеджем, я должен задать этот вопрос, но я должен знать, я должен знать, смотрел ли ты сериал «Фонд» или нет. Если ты прочтешь эту книгу, потому что ты, конечно, понимаешь, что ты имберия, что ты и твой сын — одно и то же лицо, и что на каком-то уровне я должен думать так, даже если это неосознанно, что ты стремишься перенять физиологию Ли Пейса, потому что этот чувак в этом шоу такой крутой и выглядит фантастически. И это всего лишь серия его фотографий в разном возрасте. Да, абсолютно осознанный, полностью в курсе происходящего. Да, я первый, кто обращает на это внимание, или на это уже указывали? Это довольно распространенное явление. Да, я в равной степени Патрик Бейтман. Да, в этом есть что-то особенное. Это американский. Я очень люблю Дориана Грея. Я люблю эльфа Колона из «Вампира», Эдварда Колона, Прометея. Да, так что это небольшое количество персонажей. Да. Ты прав. Да. Ты прав. Тебе стоит снять об этом видео. Я знаю, что ты снял видео с подлыми твитами, но мне нравятся все эти примеры для подражания. Да, именно так. Это образцы для подражания. Да, я хочу сделать утреннюю рутину Патрика Бейтмана. Это довольно забавно. Последнее, что я хочу сказать, прежде чем я отпущу тебя, мне кажется, что ты уже сделал несколько довольно глубоких заключительных заявлений, но я думаю, что просто хочу предоставить тебе возможность поделиться тем, что я думаю. Сегодня мы не рассмотрели то, что вы хотели бы оставить людям, с точки зрения того, как думать об этом. И не стесняйтесь исправлять запись о том, как, по вашему мнению, вас неправильно воспринимают в средствах массовой информации. На самом деле это просто послание, которое ты хочешь донести до широкой аудитории о том, что ты пытаешься сделать, и о мире, который ты хотел бы видеть созданным из семян твоих усилий. Да, так что, думаю, во-первых, я действительно держу своего сына в темнице у себя в подвале. Да. В отличие от того, что сообщают СМИ. Вы, ребята, просто сидите в капельнице, понимаете? Именно так. Целый день сосете кровь друг у друга в темноте. Но в отличие от того, что сообщают СМИ, его комната не 10 на 10, а 8 на 8. Так что исправь это первое число. Но тогда большое тебе спасибо за то, что пригласил меня. Это была одна из моих самых любимых бесед, которые я когда-либо вел. О, спасибо тебе. Да, я чувствую, что ты действительно эмоционально переживал это вместе со мной. Как будто ты сам все это сделал. Как будто ты испытал эмоциональное возбуждение от того, что тебе был брошен фундаментальный вызов во всем, кто ты есть, и ты был открыт для того, чтобы пройти через это. И ты был открыт для рассмотрения других идей и перспектив, и я чувствую, как будто это был по сути тот же эффект, что и от нашего совместного ужина. После этого мы собираемся обняться, и это будет похоже на то, что ты знаешь, какой мужчина любит, когда у нас все хорошо. Мы друзья. Мы будем жить вместе, и я чувствую, что мы действительно связаны, что было потрясающе, но так бывает не всегда. Вести такие разговоры очень тяжело, так что спасибо тебе за то, что ты такой щедрый хозяин. Добро пожаловать, и я благодарю тебя. Так что привет, друзья. Я надеюсь, что это было полезно. Я бы с удовольствием выслушал твое мнение в комментариях. Я действительно читаю комментарии. Мне нравится слышать, что, как и что ты воспринимаешь. Я тоже всегда стараюсь стать лучше. Ты видишь, что я действительно стараюсь изо всех сил донести до тебя эти сложные идеи. Я знаю, что иногда у меня получается намного лучше, поэтому я бы с удовольствием выслушал твои предложения о том, как мы можем это сделать. Но прежде всего я хотел бы сказать, что я надеюсь, что мы, как биологический вид, сможем это сделать. Позволь мне просто сделать это более индивидуальным для каждого из вас, чтобы мы с тобой могли подняться и выбрать существование, потенциально более захватывающее, чем мы можем себе представить. Как будто этот момент какой-то особенный. Ни у одного предыдущего поколения не было такой возможности, и я надеюсь, что мы сможем быть достаточно трезвыми, чтобы запечатлеть это. И это реально. Это здесь и сейчас. И мы не бессильны перед миром и всеми происходящими событиями. Мы можем восстать. И поэтому я надеюсь, что мы не сможем построить сообщество на этом, и я надеюсь, что мы сможем воспользоваться этой возможностью. Я думаю, что это действительно самое впечатляющее событие, которое когда-либо случалось с человечеством. Это прекрасно, мужчина. Я действительно ценю то, что ты пытаешься сделать. Требуется много мужества и сообразительности, особенно для того, чтобы так смело жить вне рамок социальных ожиданий. И ради этого ты многим пожертвовал. Так что я думаю, это говорит о подлинности того, чего ты пытаешься достичь. И я думаю, что помимо всех этих разговоров о сверхразуме и искусственном интеллекте, как я уже говорил ранее, я действительно думаю, что ты глубоко чувствуешь. Знаешь, я думаю, что, возможно, ты не понимаешь и даже не могу оценить, до какой степени эмоциональная составляющая всего этого мотивирует тебя. И я бы зашел так далеко, что предположил бы, что дело не в данных, цифрах, сверхразуме и искусственном интеллекте, а в вашей эмоциональной связи с тем, что вы делаете, которая, возможно, является недооцененной сверхдержавой, которая здесь действует. Я думаю, что это очень важно. Я действительно рад, что ты это делаешь. И я просто хотел поблагодарить тебя за то, что ты пришел сюда сегодня. Я ценю это. Спасибо тебе. Большое спасибо. Да. И мы определенно собираемся крепко обнять тебя. Да. И я хочу приехать к тебе домой и увидеть все своими глазами. Да. Не за что. Я надеюсь, что ты зайдешь, и я думаю, нам стоит вместе поужинать. Я думаю, нам стоит это сделать. Я бы с удовольствием это сделал. Собери группу людей. Мы будем делать это в 10 утра. Посмотрим. Во сколько у нас ужин? Почему бы нам не сделать это в субботу? Мы сделаем это примерно в полдень. Может быть, мы сможем провести какое-нибудь занятие, да или после. Круто. Но давай соберем замечательную группу и заведем новых друзей на всю жизнь. Это точно. Я бы с удовольствием это сделал. Спасибо тебе, Брайан. Да. Это круто. Я серьезно. Я оцениваю это. Спасибо. Успокойся. На сегодня все. Спасибо, что выслушал меня. Я искренне надеюсь, что тебе понравилась беседа. Чтобы узнать больше о сегодняшних гостях, включая ссылки и ресурсы, связанные со всем, что обсуждалось сегодня, посетите страницу эпизода на сайте richroll.com, где вы можете найти весь архив подкастов, а также товары для подкастов, мои книги, найти ультра, озвучить изменения и способ питания растений, а также план питания растений во время приема пищи. Это интернет-компания Rich Roll. Если ты хочешь поддержать подкаст, самое простое и действенное, что ты можешь сделать, это подписаться на шоу в Apple Podcasts, на Spotify и на YouTube, и оставить отзыв или комментарий. Поддержка спонсоров, которые поддерживают шоу, также важна и ценится. А поделиться шоу или своим любимым эпизодом с друзьями или в социальных сетях — это, конечно, здорово и очень полезно. И, наконец, для получения обновлений подкастов, специальных предложений по книгам, планированию питания и другим темам, пожалуйста, подпишитесь на нашу рассылку новостей, которую вы можете найти в нижнем колон-титуле нашего сайта. Любая страница на сайте richroll.com Сегодняшнее шоу было спродюсировано Джейсоном Камиола и дополнено звукорежиссурой Кейла Кертиса. Видеоиздание подкаста было создано Блейком Кертисом при содействии нашего креативного директора Дэна Дрейк. Портреты выполнены Дэви Гринбергом. Графические материалы и материалы для социальных сетей любезно предоставлены Дэниелом Солисом. Спасибо Джорджи Уэйли за копирайтинг и управление сайтом. И, конечно же, наша музыкальная тема была создана Тайлером Паятом, Траппером Паятом и Гарри Матисом. Цените их любовь. Мне очень нравится ваша поддержка. Скоро увидимся здесь снова. Мир вам, растения. Продолжение следует... Продолжение следует... Namaste.